Николай Николаевич Ге 1 июня 1894 года умер Николай Николаевич Ге. Прекрасный, честный человек, страстный художник, горячий проповедник высших потребностей человека. Он считал искусство выражением совершенства всего человечества. Положа руку на сердце, можно искренне радоваться за него, как завещал Микеланджело радоваться, когда человек умирает с сознанием честно прожитой жизни. Всюду вносил с собой этот бодрый человек свое особое настроение. Настроение это можно назвать высоконравственным весельем. При взгляде на его красивую, стройную фигуру, прекрасные и благородные черты лица, открытую голову философа, вас обдавало изяществом и вы невольно приходили в хорошее расположение духа. Когда же раздавался его приятный, задушевный голос, всегда мажорного тона, вы невольно и уже на все время беседы с ним чувствовали себя под обаятельным влиянием этого высшей степени интересного художника. Ге был оптимист, он верил в человека, верил во влияние искусства на массы и глубоко был убежден в скором и возможном осуществлении Царства Божия на земле. Ге любил говорить, как все умные люди, по замечанию Лермонтовского Печорина. Всегда увлеченный какой-нибудь новой идеей, он говорил от души красиво и увлекательно, как говорят только проповедники по призванию. Я уверен, что всякий знавший Николай Николаевича Ге согласится с этим моим личным мнением о нем, как о человеке. Мне он был очень дорог и симпатичен. И вот, однако же, несмотря на этот светлый образ необыкновенного человека, художника с огромным талантом и несомненным темпераментом, невольно сжимается сердце жалостью, если беспристрастно взглянуть на всю художественную деятельность Ге. На нем лежит какая-то странная тень неудачника. Люди 60-х годов помнят великую славу Ге и громадное впечатление, произведенное его картиную «Последний вечер Христа» с учениками. Не только у нас в России, но, можно смело сказать, во всей Европе за все периоды христианского искусства, не было равной этой картине на эту тему. «Тайная вечеря Леонардо да Винчи», будем откровенны, устарела. Она нам кажется теперь уже условной и школьной по композиции, примитивной и подчеркнутой по экспрессиям фигур и лиц. Картина Гебгарта на тот же сюжет, с модернизацией по-немецки, простовата. А это всем известные лучшие образцы «Тайной вечери». Эти картины бледнеют и отходят на дальний план при воспоминании о живой сцене «Тайной вечери» Ге. Верится в эту комнату триклиниум, да и иллюзия, освещенную светильниками, с движущимися широкими тенями по стенам от фигур апостолов, с проблесками глубокой вечерней лазури в окне. Смутившийся духом Христос трактован до гениальности смело и ново. В сильном волнении он облокотился на стол и опустил голову. Невозможно забыть живую фигуру юноши Иоанна. Быстро привстав и опершись коленом на ложе, на котором он сидел ближе всех к Христу, он устремил вопросительный взгляд на Иуду, боясь верить происшедшему. Приподнялся и пламенный Петр, растерянно смотрит поверх светильника на темную фигуру предателя. На лицо его падают самые яркие лучи светильника. Зловещим темным пятном выдвигается Иуда, натягивая на свои плечи полосатый плащ. Остальные персонажи теряются во мгле вечернего освещения, придавая чудную гармонию всей картине. Картина кажется вполне живой и сразу переносит зрителя в ту отдаленную страну и в ту отдаленную эпоху. Много в свое время и после писалось о тайной вечере Ге, в бесчисленных снимках она расходилась повсюду. Много было писано и о самом авторе, тогда еще молодом красивом брюнете, образованном философе-художнике и увлекательном ораторе. Особенно поразил Ге всех своей художественной оригинальностью и смелостью просвещенной мысли. Может быть большинство нашей интеллигенции интересовалось тогда его картиной только как иллюстрацией к новой книге Ринана и не могло судить о ее художественном значении. Но во всяком случае картина своей силой, художественным выполнением, правдой и поэзией увлекала даже всякого профана в искусстве. Как истинно гениальная вещь, она действовала непосредственно на всякого зрителя и была совершенно понятна без комментария. Глубокая идея картины выражалась не менее глубоким искусством художника. Драматизму сюжета соответствовала широкая энергическая живопись. Огненный тон картины притягивал и охватывал зрителя. Если картина эта была интересна для просвещенной публики, то еще более она была поучительна для художников. Новизной искусства, смелостью композиции, выражением великой драмы и гармонии общего. Вещи эту можно смело повесить рядом с самыми великими созданиями живописи. Вот на какой высоте стоял этот феноменальный художник уже во цвете лет. 32-33 лет. Проработав над собой лет 10 во Флоренции после нашего академического курса. При необыкновенном таланте, университетском образовании и горячей любви к работе, Ге все же не сразу поднялся до этой высоты и оригинальности. Впоследствии мне удалось видеть у Николая Николаевича целый ворох его эскизов и несколько этюдов первого времени пребывания его в Италии. Он все еще оставался тогда под сильным влиянием Брюлова, которого обожал всегда. Этюды сразу бросились в глаза определенностью манеры Брюлова, подражанием его тонкому энергическому рисунку и логически хорошо штудированной моделировкой. Эскизы сложных композиций, смерть Виргинии, разрушение Иерусалима и другие во множестве вариантов все сильно напоминали последний день Помпеи. И не один Ге. Многие художники увлекались тогда Брюлловым. Например, товарищ Ге Флавицкий в своих христианских мучениках в Колизее был страстным подражателем Брюлова. Ге в то время дружил с Флавицким в Италии и впоследствии рассказывал много о самоотверженной любви этого художника к искусству. Несмотря на все невзгоды и лишения, Флавицкий работал за поем, как пьяница, по выражению Ге. Это и было причиной его ранней смерти в самый момент фейерверка его славы. В «Стайной вечери» Ге уже неузнаваем. У него образовался собственный стиль, оригинальный, страстный и в высшей степени художественный. Близко знакомым художникам Ге сам рассказывал подробности технического процесса создания своей знаменитой картины. Теоретически он полагал, что для воспроизведения целой данной сцены надобно вообразить ее всю целиком и потом заходить кругом с разных сторон, чтобы выбрать лучшее и более выразительное место для передачи ее на полотно. Побившись довольно на эскизах «Тайной вечери», Ге, чтобы помочь себе, вылепил всю группу из глины, нашел прекрасную точку зрения и работа выполнения пошла успешно. Но однажды он вошел с огнем ночью в свою мастерскую и поставил случайно лучерну, масляные лампы, которыми и до сих пор освещают комнаты в Италии перед своей глиняной моделью. В поисках чего-то он отошел подальше и взглянул нечаянно на свет. Его глиняная сцена освещалась новой случайной точке превосходно. Он был поражен ее красивым новым эффектом. Нисколько не жалея труда, он перерисовал и переписал всю картину заново, быстро и необыкновенно удачно. Начиная с этой вещи Ге, все картины и эскизы его носят уже печать чрезвычайной оригинальности. Особенно живо мне представляется один его эскиз, и я всегда жалею, что впоследствии другие требования от искусства помешали ему выполнить эту тему. Этот набросок на небольшом куске холста представляет время к закату. Золотистые лучи солнца освещают простую восточную веранду, оплетенную виноградником. Мария, сестра Марфы и Лазаря, вышла взглянуть на дорогу, не идет ли тот, кто дороже был ей всех благ земных. Вдали показывается фигура Христа, подымающегося на пригорок. Восторг и счастье выражает обрадованное лицо красивой, симпатичной девушки. Это была необыкновенно очаровательная картинка. Но автор не мог уже вернуться к ней. Мысли и симпатии его приняли в то время другое направление. После чисто художественной деятельности в Италии Ге попал в Петербург, 1863 год. Самое неблагоприятное для искусства – нигилистическое время. Когда во всем признавалась только утилитарность и когда бесцельное искусство отвергалось как ненужный хлам. Науки признавались только естественные, да прикладные полезные знания. Во всем искали новых начал. Ученые и доктора не верили в медицину и практику считали шарлатанством. Искусство презирали, над художниками смеялись. Фраза «Искусство для искусства» стала пошлой бранью. Искусство могло получить право гражданства, лишь помогая публицистике. Чуткий художник не мог не увлечься этим вихрем отрицания. Он стал отрицать искусство как искусство, признавая в нем только утилитарную сторону воздействия на массы. И в самых средствах искусства он отвергал большие специальные познания, строгость и тщательность выполнения. Он признавал обязательным только смысл картины и силу впечатления, а все прочее считал излишним мудрствованием специалистов. Первый раз я видел ге в античном зале Академии, где Крамской по заказу Общества поощрения художеств рисовал черным соусом картон с его «Тайной вечери» для фотографических снимков. Величественный, изящный, одетый во все черное, Ге делал замечания скромному художнику петербургского типа. Картон Крамского был превосходный, и мне сначала казалось невероятным сделать какое-либо замечание такой чудесной, строгой копии. Но, приглядевшись, я заметил, что энергичная смелая кисть оригинала была передана только строгим приближением, виртуозность была не та, хотя, в общем, этот черный снимок совершенно верно воспроизводил оригинал. Геа кое-где тронул по картону смелыми штрихами, доступными лишь автору картины. От всей его фигуры веяла эпоха и возрождение. Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль разом вставали в воображении при взгляде на него. Мы, ученики Академии, снимали перед ним шляпы при встрече, не будучи даже знакомыми с ним. Он любезно отвечал на наши поклоны, угадывая, вероятно, по наружности нашу знакомую ему специальность. Несмотря на все нападки на необычайные изображения тайной вечери, картину Геа купил царь, и автор опять уехал в Италию. Но Геа уехал из Петербурга уже другим человеком. При необыкновенно быстрой впечатлительности и страстной подвижности у него никогда слово не разнилось с делом. Беззаветно веруя в доктрину, он беззаветно и действовал по ней всегда. Возбужденный необыкновенной славой, Геа быстро и бурно возбуждался всяким успехом. И обуреваемый новыми тенденциями Петербурга, он с жаром принялся за новые картины во Флоренции, трактуя их уже новым приемом с новым взглядом на искусство. «Христос» в Гефсиманском саду и «Вестники утра» были написаны быстро. Вдохновение у художника был большой запас, а выполнение по новому способу почти освобождало его от излишнего специального труда. Увлеченный художник всегда видит в своих произведениях не только больше, чем другие зрители, но даже гораздо больше, чем вложено им в его создание. Геа по-всегдашнему и на этот раз был в восторге от своих новых произведений. Его беспокоило только, что Аня, жена художника Анна Петровна, почтенная умная женщина, бывшая всегда его ближайшим и верным критиком, не осталась довольна новыми картинами. Но всякие новые явления, он знал, понимаются не сразу, особенно женщинами, всего более приверженными к установившемуся, к рутине. Художники-итальянцы того времени казались ему уже завзятыми рутинерами, их и слушать не стоило. Он надеялся на Петербург. Там он был уверен, сразу поймут и оценят это верное выражение нового взгляда на настоящее дело искусства. С этими картинами он готовился уже совсем переехать в Петербург, так как к этому времени подросли его два сына, и он хотел дать им образование в России. Выставка двух новых картин, по примеру «Последнего вечера Христа с учениками» устроилась также особо и в тех же залах Академии в свидетельницах шумного восторга образованной толпы от его картины. Получилась полная фиаско. Христа в Гефсиманском саду еще так и сяк критиковали, кто за энергичный тип непримиримого, кто за неправильность и трепанную небрежность рисунка и форм, особенно шеи, всего тела и рук, но над вестниками утра даже смеялись. Смеялись злорадно и откровенно рутинеры, смеялись втихомолку и с сожалением друзья. Большой холст вестников казался грубо намалеванным эскизом. На небрежно наляпанном небе безобразно рисовалась фигура Магдалины вроде птицы. Передние воины вместо понятных выражений лиц строили непонятные гримасы. Хороша была только земля переднего плана с отблеском на ней зари глубокого утра. Однако рассказывали, что автор великолепно комментирует свои картины. Появились даже статьи в журналах, излагавшие с его слов глубину идей и поэзии этих картин. Выставка скоро опустела, и друзья под разными деликатными предлогами советовали автору еще немножко поработать над своими картинами. Кажется, если не ошибаюсь, в это время было выставлено несколько портретов работы Ге. Великолепный живой портрет Герцена поражал всех. По манере живописи он приближался к Тайной вечере. Вскоре затем, помнится, появился живой и оригинальный портрет Костомарова. Ходили слухи, что Ге пишет портрет из Тургенева, бывшего тогда в Петербурге, Некрасова, Салтыкова и Потехина. В художественных кругах немало было толков о Ге, много говорилось о нем и у нас, среди учеников. Говорили, например, что Ге намерен поставить на должную высоту значение художников, что пустые бесплодные упражнения в искусстве он считает развратом, что художник, по его мнению, должен быть гражданином и отражать в своих произведениях все животрепещущие интересы общества. В то время готовились к юбилею Петра Великого и было слышно, что Ге пишет картину из его жизни. Немного позже, в 1871 году, и мне посчастливилось познакомиться с Николаем Николаевичем и попасть на его четверги. Он жил тогда на Васильевском острове седьмой линией, во дворе, в невысоком флигеле русского монастырского стиля, с оригинальной лестницей, украшенной толстыми колоннами. Просторное, продолговатое, но невысокое зало в его квартире напоминало обстановку литератора. На больших столах были разложены новые номера гремевших тогда журналов, вестника Европы, отечественных записок, дела и других, красовавшихся здесь своими знакомыми обложками. В его мастерской, почти совсем пустой небольшой комнате, на мольберте стоял холст с первоначальным наброском углем сцены Петра I с царевичем Алексеем. Петр намечался силуэтом на светлом фоне окна во дворце Монплезир в Петергофе. Впоследствии художник изменил фон, поставив вместо окон противоположную стену залы. Ге любезный просто рассказывал мне весь план начатой картины. В небольшом коридоре, отделявшем столовую от мастерской, я увидел прикрепленные, как на улице, две самодельные вывески. На одной стояла столяр Петр Ге, на другой переплетчик Николай Ге. На мой вопрос Николай Николаевич объяснил, что это комната его малолетних сыновей, которых он хочет приохотить к ремеслам, чтобы у них в жизни всегда была возможность стоять на реальной почве. На вечерах по четвергам собирались у Ге самые выдающиеся литераторы Тургенев, Некрасов, Салтыков, Костомаров, Кавелин, Пыпин, Потехин, молодые художники Крамской, Антокольский, певец Кондратьев и многие другие интересные личности, но интереснее всех обыкновенно бывал сам хозяин. Красноречиво, блестяще, с полным убеждением говорил Николай Николаевич, и нельзя было не увлекаться им. Он занимался тогда русской историей, и очень вдохновился было сюжетом, исполненным впоследствии Литовченкой. Патриарх Никон на гробе митрополита Филиппа заставляет юного монарха Алексея Михайловича произнести клятву в ненарушимости патриарших прерогатив. «Да, очень по душе мне этот великолепный, с чудесной обстановкой сюжет», говорил Ге, «но не могу, не могу я прославлять вредное господство духовенства». Все, что появлялось интересного на Западе, было известно Ге и всем он увлекался. Однажды, например, он целый вечер защищал аристократические идеи Штрауса, тогда еще новой книги. «Мужик не поведет культуры», с жаром говорил он. В искусстве Ге проповедовал примитивность средств и художественный экстаз с искренностью прерафаэлитов. Джиотто и особенно Чимобоя не сходили у него с языка. «Ведь вот-вот что нужно», восклицал он. «Только на них убедился я, как это драгоценно. Вся наша блестящая техника, знания, все это отвалится, как ненужная мишура. Нужен этот дух, эта выразительность главной сути картины, то, что называется вдохновением. На этих сильных, непосредственных стариках я увидел ясно, что мы заблуждаемся в нашей специальности. нам надо начинать снова. Когда-то есть, все есть, а без той Божьей искры все тлен и искусство само по себе ничтожество. «Вы думаете, юноша», обратился он однажды ко мне, «Да ведь вот, кстати, меня это очень интересует. Вот вы теперь, ну скажите, что вы думаете, что у вас в голове, что вы затеваете? Ведь вы наша надежда, наши преемники, наши меньшие братья? Нет, собственно, вы уже наши старшие братья. У вас будет уже больше средств, ваши традиции выше, ведь вы начнете уже с того, чем мы кончим. Да, это закон. Ну скажите, что же, юноша, вы молчите?» В таком большом обществе я конфузился и молчал. «Вижу, вы думаете добиться добросовестной штудии, техникой. Пустое юноша, верьте мне, это устарелая метода. Надо развивать в себе силу воображения, одушевление, вера в свое дело, вот что рождает художественное сознание. Чимабуэ, вот перл художественного откровения». Мою мастерскую в академии Ге посетил в первый раз в обществе Тургенева. Я описал тогда Бурлаков. Когда они вошли, я не знал на кого смотреть. Тургенева я увидел тут в первый раз. По обычаю парижанина он не снял шведских перчаток. Тургенев, сидя перед моей картиной, рассказывал со всеми подробностями свою поездку в Тиволи с Ивановым, очень живо подражая даже манере Иванова в разговоре. Однако меня это немножко коробило. Мне казалось, что несколько свысока и с комической стороны он трактовал гениального художника. Он говорил потом, что у Иванова был рассудочный прием ученого, индуктивный. Иванов, например, собирал все, какие только мог найти, изображения Иоанна Крестителя и других апостолов. Со всех делал себе этюды и потом все это сводил ища верный тип, то есть портрет данной личности. Труд тяжелый и не художественный по его мнению. Потом они заговорили о Герцене. Когда они ушли, Ге быстро вернулся, взял меня за обе руки и заговорил быстро, полушепотом. «Слушайте, юноша, вы сами еще не сознаете, что вы написали», он указал на Бурлаков. Это удивительно. Тайная вечеря перед этим ничто. Очень жаль только, что это не обобщено, у вас нет хора. Каждая личность поет у вас в унисон. Надобно было выделить две-три фигуры, а остальные должны быть фоном картины. Без этого обобщения ваша картина этюд. А впрочем, вы меня не слушайте, это уже специальные придирки. И Рафаэль, и Джоотто, не задумались бы над этим. Нет, вы оставьте так, как есть. Это во мне говорит старая рутина. И он быстро ушел. Картина моя была уже окончена, но как он осветил мне с этим замечанием зрелого художника. Как он прав. Теперь только я увидел ясно скучную, сухую линию этих тянущих людей, не художественно взятых и сухо законченных, почти все одинаково. Да, разумеется, это этюд, подумал я. Я слишком увлекся типами. Но у меня уже не хватило духу переделывать все сызного. Тайная вечеря ничто, вспомнил я его слова. Нет, она идеал картины. Какая широта живописи обобщения, какая гармония, какая художественность композиции. В это время складывалось уже товарищество передвижных художественных выставок. Ге всецело примкнул к этому начинанию и сблизился с Крамским. Умный и дальновидный, Крамской сразу понял, что Ге на скользком пути в искусстве. «Ох, не снесет он благополучно своей славы!» с грустью говорил он и очень ловко и деликатно наводил его на важность выполнения картины для несомненного успеха у массы зрителей. Крамской, работавший всегда больше головой, искренне увлекся этим непосредственным ярким талантом и всей душой желал быть ему полезным. Он затеял писать портрет с Ге и подолгу проводил время у него. Ге постоянно мешал выполнению портрета, ему не по сердцу был осторожный и верный прием Крамского, он добивался от него творчества и художественной свободы. Портрет так и не был дописан. Но влияние Крамского отразилось на Ге благотворно. Он стал серьезно готовить этюды к картине «Петр с сыном». Ездил в Мон-Плизир для списывания обстановки и в Эрмитаж для изучения портретов голландского искусства. Это сильно укрепило реальную сторону его картины и вновь подняло его как художника. Картина эта появилась на первой передвижной выставке. Успех ее был большой, Ге опять ликовал, он лепил в это время бюст Белинского и начал новую картину «Пушкин и Пущин». После он написал еще картину «Екатерина Вторая перед погребальным катафалком Петра Третьего». Снова возбужденный громким успехом, гений мог успокоиться настолько, чтобы скромно и сдержанно вырабатывать с должной подготовкой свои новые затеи. С большой верой в свое воображение он писал, что называется «от себя» и не переносил никаких замечаний, преследуя в своих созданиях только главную суть, идею и впечатление. Крамской его уже тяготил, он не выносил его длинных логических рассуждений и избегал его. В это же время он написал опять несколько портретов по заказу, но о них печально молчали. Картина Екатерина Вторая и Пушкин, появившиеся на передвижных выставках одна за другой, не имели успеха. Портреты свои он писал за очень дешевую цену, по принципу, чтобы быть доступным большинству, но совсем почти не имел заказчиков. Между тем, как портреты Крамского все больше и больше входили в славу и ценились все дороже и дороже. Материальное положение Ге в это время сильно пошатнулось, и ему почти невозможно было существовать в столице трудом художника. Он был раздражен, его почти не ценили, он готов был даже приписывать свой неуспех интриге соперников. Наконец, купив у своего тести имение Плиски, Черниговской губернии, он удалился навсегда из столицы. Там он, как говорили, со страстью увлекся хозяйством и бросил искусство. Осенью 1880 года, странствуя по Малороссии для собирания типов и старины для своей картины Запорожцы, я заехал в имение Николая Николаевича и провел у него двое суток. Он заметно постарел, в бороде его засеребрилась седина, лицо несколько огрубело и отекло. Он принял меня холодно, видно было, что он хандрит и скучает, больше части он мрачно молчал. К интимным разговорам он и прежде не чувствовал никакой охоты, ему всегда нужна была трибуна, а теперь с его языка срывались только короткие фразы с едкими сарказмами. О Петербурге он говорил со злостью и отвращением, передвижную выставку презирал, Крамского ненавидел и едко смеялся над ним. Анна Петровна и еще какая-то дама, гостившая у них, ходили тише воды. Во время обеда они безуспешно старались хоть чем-нибудь развеселить и развлечь гения неудел. Когда Ге удалился по экстренному делу хозяйства, Анна Петровна стала горько жаловаться, что она с гостьей не могут ничем возвратить ему его прежнее настроение. «Ему необходимо общество и сфера искусства», говорила Анна Петровна. «Вы не слушайте его, ведь он рвется к художникам. Я так рада, что вы заехали. Ах, если бы почаще заезжали к нам художники. Спасибо Григорию Григорьевичу Мясоедову, он еще навещает Николая Николаевича. А то ведь можете представить, мужики, паденщики, да он еще любит с ними растобаривать. Очень, очень хорошо вы сделали, что заехали к нам». На стене в зале висело несколько портретов. Уже знакомые мне портреты Герцена, Копия и Костомарова и портреты Некрасова и Тургенева, которых я еще не видел. Эти мне не понравились. Беловатые, синевой, плоско и жидко написанные, трепанными мазками. «А вы еще их не видели? Ну как находите?» спросил Николай Николаевич. «Как-то странно белые, особенно Тургенев, без теней совсем», ответил я. «Да, но ведь это характер Ивана Сергеевича. Знаете, Тургенев ведь это гусь, белый, большой, дородный гусь по внешности. И он все же барин. А насчет теней, любезный друг, это старо. Я избегаю этой надоевшей условности. Я беру натуру так, как она случайно освещается. Тут свет был от трех окон, и это очень идет к нему, выражает его. Мне захотелось написать портрет с Николай Николаевича. Об этом я подумывал, еще направляясь к нему, но первое впечатление перемены в его лице охладило меня. Однако, приглядевшись понемногу, я опять стал видеть в нем прежнего Ге. «Что ж, пишите», сказал он, «Если это вам нужно, но знаете, в сущности это пренеприятно. Тут есть что-то... Человека как будто примериваются уже хоронить, подводит ему итог. Но я еще не скоро сдамся, обо мне вы еще там услышите. А что, вам этот портрет не заказал ли кто? Тогда разумеется». Я уверил его, что это мое личное желание, и что портрет этот, если он удастся, я поднесу ему в знак почитания его таланта. Вышло не совсем ловко, но он улыбнулся добродушно. «Я знаю, юноша, ведь вы меня немножко любите. Только найдется ли у меня холст?» задумался он. «Не беспокойтесь, холст у меня есть. Не найдется ли какого подрамка?» Во время сеанса я несколько раз начинал разговор об искусстве. Старался задеть его художественную жилку, но дело не клеилось. «Неужели здесь вас не тянет к живописи, Николай Николаевич?» спрашивал я с удивлением. «Нет, да и не к чему. Нам теперь искусство совсем не нужно. Есть более важные и серьезные дела. У нас вся культура еще на такой низкой ступени просто невероятна. В Европе она тысячу лет назад уже стояло выше. Какое тут еще искусство? И ведь я же пробовал, жил в Петербурге и убедился, что там это все они только на словах. А почему же я теперь живу здесь? И ни на что не променяю я этого уголка. Вот где знакомство с народом. А то они там сидя в кабинете и понятия о нем не имеют. Ведь с мужиком надо долго, очень долго говорить и объяснить ему. Он поймет все. Я люблю с ними рассуждать, меня это очень занимает. И ведь люди прекрасные, конечно есть и плуты, но ведь все только соблюдение своих интересов. Вот тоже, прибавил он, помолчав и взглянув в окно, где увидел приехавшего еврея. Ведь здесь без евреев нельзя. Еврей тут необходимый человек. Приедет он ко мне сам, когда он мне нужен, аккуратнейшим образом платит мне деньги и дает дороже других. Потому что он не имеет намерения, как наш, обогатиться сразу, ограбив кого-нибудь. Он довольствуется малым процентом на свой оборотный капитал. Однако извините, я вас оставлю на минуту. Мне надо с ним перетолковать, это он рож покупать приехал ко мне. Сидеть ему надоело, он нетерпеливо заглядывал в мою работу и удивлялся, что я так долго останавливаюсь на деталях, не замалевав всего холста. Общее, общее, скорее давайте, ведь общее это Бог, говорил он. Его часто отрывали по разным хозяйственным вопросам. Поденщики убирали сахарную свеклу, приезжали мужики-половинщики и еще другие, желавшие купить участок земли, принадлежавший Ге. Он охотно поспешал ко всем этим мелким делам, это развлекало его. Вечером он водил меня по полям и показывал разницу всходов от посевов его собственной и крестьянской части, отданной им мужикам с половины. Разница была огромная в пользу Ге. Крестьянин никогда не сможет конкурировать с нами, пояснил мне Николай Николаевич. Орудия у него плохи, мало скота, мало удобрения. Анна Петровна сажала деревья и, казалось, чувствовала себя вполне хорошо среди природы. Только беспокойное состояние мужа нарушало гармонию ее жизни. Дети учились в Киеве, Николай был в университете. Отец показал мне портрет, который нарисовал Николай из брата своего. Превосходный смелый рисунок, широко и бойко схвачено сходство. Несмотря на натуральную величину, рисунок был исполнен вполне художественно, он близко подходил к стилю отца. Да ведь это превосходно, воскликнул я. У него большой талант? Неужели он не намерен специально продолжать заниматься искусством? Разве вы его не учите? Геа помолчал, не без иронии глядя на меня. Ах, юноша! Впрочем, теперь уж и вы не юноша. Разве искусству можно учить? Я вас не понимаю, Николай Николаевич. Да ведь все мы учились, да еще как долго. Я, например. Ах, юноша! Да ведь это-то и есть наше несчастье. Мы почти испорчены в конец и навсегда навязаны нам устарелой академической рутиной. Вы сказали, что у моего сына есть талант, да ведь талант это есть нечто цельное, это есть общее содержание идей в человеке, которое, если оно есть, непременно выразится в той или другой форме. Я был бы счастлив, если бы ваши слова оправдались, но пока в этом рисунке видны только способности. И вот видите, нигде не учась, не будучи ни в какой рисовальной школе, верьте мне, что я его никогда не учил, и я и не способен учить. Этот мальчик рисует уже лучше меня. Зачем же тут академия, к чему эти школы, к чему учиться специально? Да, но ваш сын с малолетства видел ваши работы, это не что-нибудь. Вы так думаете? Поверьте, он нисколько не интересуется ими. Да, во всяком случае, это никогда не поздно. Но я верю, что настоящего таланта ни создать, ни заглушить невозможно. Он возьмет свое, если он действительно талант. А о посредственности, о талантишке и хлопотать не стоит. Это значило бы увеличивать только среду тунеядцев, жрецов искусства для искусства, самую ненавистную мне среду. Ге, казалось, утомился и замолчал. В своем портрете я задался целью передать на полотно прежнего, восторженного Ге. Но теперь это было почти невозможно, я изнемогал, горько сознавая свое бессилие, недостаток воображения и творчества. Чем больше я работал, тем ближе подходил к оригиналу, очень мало похожему на прежнего страстного художника. Передо мною сидел мрачный, разочарованный, разбитый нравственно пессимист. Скучно было, что-то давило в этой темно-серой, почти пустой комнате мастерской художника. Украшали ее только две картины, потерпевшие фиаско. Вестники утра здесь казались еще хуже. Но Христос в Гефсиманском саду, значительно исправленный, производил впечатление. Особенно хорошо действовал теперь лунный свет сквозь сеть листвы олив на земле и на фигуре Христа. Он падал красивыми пятнами, вливал поэзию в картину и смягчал напряженное выражение Христа. Но это не был Христос, а скорее упорный демагог, далекий от мысли о молитве до кровавого поту. Было холодное осеннее утро, когда, простившись с Николаем Николаевичем, я ехал к вокзалу Плиски. Моросил дождик, обывательские кличонки едва вытаскивали телегу по глубоким колеям топкого чернозема. Кругом низко над землей ползли бесконечными вереницами серые без просвета хлопья облаков. И во мне зарождались безотрадные мысли с бесконечными разветвлениями. Мне жаль было Ге и жаль нашего искусства. Ге опорабощен публицистикой, литературой, думал я, как все наше искусство. У нас художник не смеет быть самим собою, не смеет углубляться в тайники искусства, не смеет совершенствоваться до идеальной высоты понимания форм и гармонии природы. Его еще не окрепшего уже толкают на деятельность публициста. Его признают только иллюстратором либеральных идей. От него требуют литературы. Париж еще свеж был в моей памяти. Какая разница, думал я, там слово литератор в кругу живописцев считается оскорбительным. Им клеймят художника, не понимающего пластического смысла форм, красоты глубоких, интересных сочетаний тонов. Литератор это кличка пишущего сенсационные картины на гражданские мотивы. У нас напротив, какой интересный рассказ восклицал бывало перед картиной Крамской. Это подхватывали художники и считали высшей похвалой картине, если она изображала интересный рассказ. Крамской же однажды, еще в конце шестидесятых годов, очень опечалил меня в откровенной беседе. Он был убежден тогда, что когда жизнь общества поднимется до возможного благосостояния, искусству нечего будет делать, оно прекратится. Мне казалось наоборот, искусство только и начинается при возможно большем благосостоянии народов. По крайней мере, до сих пор было так на свете. Да, у нас над всем господствует мораль. Все подчинила себе эта старая добродетельная дева и ничего не признает, кроме благодеяний публицистики. Как она еще на пушке наточила зубы, да не по зубам был ей гений вылитый из стали. Зато вооружившись благочестивыми дамами и особыми славяно-фильского толка, она набросилась на гоголя. Смех, благородный смех, вздор, зубоскальство, смех есть великий грех. Сыники забавляются едкостью твоих острых слов, а пользы отечеству никакой. Сначала отшучивался великий юморист, до упаду смешил педантов положительного идеализма, подставляя им то нос, то женитьбу. Но становился все грустнее, начал работать над положительным полезным идеалом Кастанжогла, покорнее прислушивался к указке истинного пути ко спасению и кончил перепиской с друзьями. А тот, чье имя я не дерзаю произнести, оно всегда на устах у всех, этот гениальный писатель уже с юности обрекается на служение нравственности, а в зрелом возрасте примеривает вериги покаяния. К старости он доходит до самого преданного рабства морали и вооружается на знание и красоту. Боже, меня сохрани, чтобы я имел что-нибудь против великой идеи добра. Но ведь еще в юности мы учили, что три великие идеи заложены в душу человека, истина, добро и красота. Я думаю, идеи эти равносильны по своему могуществу и влиянию на людей. И не только не во вражде, но даже помогают одна другой. Это только преданные последователи их вечно хлопочут о старшинстве своих патронес. Человеку непременно хочется стать выше всех и считаться лучше других, какую бы скромную миссию он не избрал в начале. Папа, именующийся рабом рабов Божьих, возвеличился над всеми императорами властью и великолепием. Ученые, жрецы науки, истины, с полным убеждением считают себя выше всех и авторитетно говорят людям, одна только наука освободит вас от рабства, от бедствий, от предрассудков невежества. Она дала вам гигантские силы и подняла вас до высоты сознания вашего великого назначения. Уж и теперь, благодаря науке, почти шутя, вы вызываете такие явления, перед которыми невежественные предки ваши падали бы в страхе, как перед непостижимым колдовством или силой богов. Одним прикосновением пальца вы можете осветить мгновенно тысячу солнц ваши великолепные города, ваши роскошные жилища. За сотни верст вы переговариваетесь друг с другом, как будто вас разделяет только тонкая перегородка. Наука открыла вам бесконечные миры и научила вычислять невообразимые расстояния, тяготения и состав планет. Вы можете создавать грандиозные сооружения, а разрушительные силы ваши просто ужасны. Культура вся обязана науке, ее методу. Вы теперь не в состоянии еще вообразить, что вам даст в будущем наука. Она безгранична как мир. Ко всему подходит она со своим беспощадным анализом и равнодушно презирает всякие иллюзии. Без науки вы находились бы в полудиком состоянии. Вспомните, как долго вы поклонялись вашим нелепым, а часто и безобразным выдумкам, принимая их за богов. Сколько кровавых человеческих жертв приносили вы во имя морали и высшей нравственности. Без науки, без знания, с самыми лучшими моральными намерениями вы делаете только вред и путаницу понятий. Сколько истинно святых мужей, постигших откровения науки, истязали и замучили педанты ваших догматов во имя святых, якобы религиозных принципов. Искусство, красота, оно ничтожно, бесхарактерно и бессмысленно. С одинаковым рвением оно прославляет и воспевает всякие человеческие нелепости. Оно в высшей степени способствует одурачиванию людей для поддержания их в первобытном невежестве и предрассудках. Выше всего наука, только она культивирует все зачаточные проявления способностей человека. Альтруизм, например, разве не происходит из самой дрянной и ничтожной черты человека, страха перед сильным, самая рабья черта. Человеческое знание необъятно, и из того, что достойно знания, никто в одиночку не может знать и тысячной доли. Все тлен и прах, кроме религии добра, таинственно внушают моралисты. Только в добродетели истинное бессмертие, только ей известно истинное благо жизни. Презирайте материальный мир, бессмертную душу спасайте в себе и готовьте ее для блаженства нирваны. Истинное блаженство постигли только искренние рабы добра. Они восприяли сладость смирения и добровольных лишений, сколько несчастных жертв спасла добродетель. Разочарованные в науке ученые, непризнанные гении, раздутые самолюбия, сколько их, доведенных до полного отчаяния, спасла добродетель от добровольной петли, яда или пули. Сколько угнетенных она освободила из плена и рабства, сколько существ, едва увидевших свет, она приютила и дала им возможность стать людьми. Какой свет, радость и мир вносит она в холодный мир борьбы индивидуумов, борьбы за существование, поедание друг друга. Нет выше добродетели, на колени перед добродетелью. Наука она вечно путается в поисках, отрицаниях и сама признается, что ничего не знает. Она постоянно приходит через много веков к тем выводам, которые простые добрые сердца угадывают инстинктивно, сразу. Искусство, красота, оно только тогда исполняет свое истинное назначение, когда одержатся добродетели, морали и религии. Что такое оно само по себе? Пустоцвет или разврат? Продажный разврат. Гениальный Рафаэль своими шедеврами служил только прославлению развратного папства. Наравне с великими мужами добродетели и их деяниями искусство воспевало отвратительных деспотов, злодеев и развратников. Воспевая иногда многие истинные совершенства души, оно чаще и с большей страстью воспевает чувственные мотивы, внешнюю роскошь и блеск форм, не рассуждая, на каком гнете и рабстве себе подобных выросли эти цветы разврата. Сколько благих сердец оскорблено, сколько истина великих человеческих начинаний задавлено, извращено, осмеяно для того, чтобы вырастить эти изящные индивидуальности. При всей своей красоте они противны своим эгоизмам, себелюбием и вечным самолюбованием. И на этих ограниченных трудней затрачивается иногда столько материальных благ, сколько достало бы на восто раз большее количество истинно прекрасных и добрых, самоотверженных для общего блага существа. А наука, ее великие истины могли жить в такой предосудительной личности, как Бекон. Красота, какое черствое сердце устоит перед ее проявлениями. Создатель покрыл нас великолепным голубым покровом. Мириады бесконечно разнообразных цветов, в немом восторге тянутся к нему, благоухая тонкими ароматами. Недосягаемые скалы и страшные пропасти земли мерцают в лиловых переливах, уносясь в небо. Неисчислимые формы живых существ бессознательно пользуются сладкими ощущениями жизни и любуются красотой своих видов. Но Творец не ограничился одними простыми организмами животных ощущений и стихийного творчества. Он создал высшую организацию существ, способных видеть и понимать его творения, способных подражать ему и создавать по его идеям вещи, требующие тонких, искусных рук человека. Здесь продолжается его бесконечное творчество посредством искусства. От того-то дела избранников его в течение тысячелетий не перестают восхищать человечество. Они очаровывают наш глаз дивными формами храмов, статуй, картин, наш слух чудными звуками пения и музыки, наш разум божественным языком поэзии. Потому-то, чтобы не говорили ученые и моралисты против искусства, многие из них перед лучшими созданиями его становятся в немом благоговении, позабыв на время рассудок и все добродетели. А искусство само по себе, будучи даже совсем бессодержательным помимо всякого влияния, личного впечатления, общественного значения, в лучших образцах представляют необыкновенное явление, редкость, диковину. С этим принципом оно и возникло у людей, так и принимается по сие время живущим простыми, нормальными чувствами большинством. Потому-то в нем и обязательно его достоинство само по себе. И видеть в этом нечто предосудительное не более как молодой предрассудок нашей образованности, чересчур увлеченный идеями утилитарности и морали. Рады и направления искусства выражают всегда симпатии и желания большинства и общую жизненную силу общества. Несмотря на весь логический протест исключительных этических и эстетических теорий критиков, несмотря на идеальные влечения самих художников, искусство непременно выражает разнообразные инстинкты национальности и ее настроения, вкусы и идеалы. Только необыкновенные гениальные создания, как плод независимой великой души, стоят иногда особняком посреди господствующего течения. Такие мысли за и против возбудил во мне художник, выбитый из колеи, непризнанный, осмеянный, разочарованный в либеральных и негалистических воззрениях, разошедшийся с людьми, разочаровавшими его и поколебавшими его горячую веру даже в себя как художника. Он удалился на лона природы, но и там вместо спокойствия нашел сутолоку мелочных интересов, борьбу за существование в самых скудных условиях. Тут увидел он тяжелый труд, оплачиваемый нищенским вознаграждением, условия самые тяжелые, своим неумолимым и всечастным порабощением времени и сил человека, физическим и нравственным гнетом его и прогрессивным затягиванием в омут насущных потребностей. Такова жизнь всякого небогатого помещика. Нужно добавить еще, что окружающие его бедные люди постоянно добровольно идут к нему в кабалу, под субсидии вперед. Этих предложений много, и они так обычны и так безысходны, что к ним волей-неволей приходится привыкать. Тяжело, особенно идеалисту. В таких условиях находился художник, когда прогремела призывом Савонароллы «В чем моя вера?» Льва Толстого. Ге быстро откликнулся на сильные убеждения пропагандиста самоусовершенствования, непротивления злу насилием и любви к ближнему, выражающиеся непосредственно в личном труде для блага и помощи несчастным, обездоленным условиями сложившейся жизни. Самоотвержение и горячая полная вера в добро круто изменяют Ге до неузнаваемости. Вместо хандры, оскорбленного самолюбия, угнетения и постоянного желания над кем-нибудь возвыситься и доказать кому-то что-то, он вдруг испытывает сладость и счастье простоты и смирения. Чем более унижал он в житейском смысле свою личность, тем счастливее и веселее чувствовал себя от оригинальности и новизны положения. Самые суровые лица окружавшей его среды менялись, выражали умиление при виде барина, то копающего мужику навоз, то складывающего ему печи и в то же время искренне и серьезно поучающего его таким благим вещам, каких не слыхивал еще мужик от господ, всегда норовящих сесть мужику на шею. для талантливого оратора открывалось самое живое реальное поприще. Раз отрешившись от условий этикета, Ге все видимое считал своей ареной, был ли он в гостиной, в богатом палаце, в убогой землянке или в доме предварительного заключения. Так однажды, услыхав, что племянница его, Зоя Григорьевна Ге попала в крепость за распространение каких-то недозволенных сочинений, он отправился в Петербург к власти мущим, как был в своем убогом костюме с восторженным лицом умиленного смирения. На влиятельных лиц он произвел самое благое впечатление. К Пасхе ему под его поручительство отпустили узницу. На девушку, для которой он явился совсем неожиданным избавителем, так как раньше она его почти не знала, он произвел такое трогательное впечатление, что она решительно и бесповоротно пошла по его новому пути. Она бросила начатые курсы и предполагаемую карьеру, избрав самую трудовую, бедную жизнь, и, говорят, счастливо. Анна Петровна Ге привыкла уже переносить многие странности мужа-артиста. Его увлечение своими идеями она называла временным помешательством. Он находился в таких состояниях, пока не кончал какой-нибудь работы. Она считала это принадлежностью натуры художника, потому что и в других художниках замечала тоже, только в меньшей степени. Но когда с ее мужем произошла эта последняя крутая перемена, когда он превратился в восторженного толстовца с полным отрицанием всех обычных форм жизни, она испугалась не на шутку. Его альтруизм, вегетарианство, отрицание собственности не поддавались никаким ее доводам. Испробовав все средства убеждения и отчаявшись, она переехала к сыну. Но теперь уже ничто не могло поколебать уверовавшего. Казалось, он и сам желал лишений и испытаний, он жил полной душевной жизнью и был счастлив. Он бросил все хозяйство и сделался почти странником. Мне кажется, в эту эпоху он был очень похож на сковороду. Такое же хождение пешком по Малороссии и проповедь идей нравственности, где пришлось. Однажды в своем скромном обличье он инкогнито очутился в Одессе и зашел в рисовальную школу, в класс, где молодые люди писали этюды с натуры. Профессора не было, ученики приняли Ге за старичка-натурщика и не обратили на него внимания. Но вот этот бедный красивый старик подсаживается к одному пишущему этюд юноше и начинает ему объяснять. Тот в недоумении удивляется странности и вескости замечаний. «Да разве вы тоже художник?» спрашивает он. «Да, дайте мне вашу палитру, я лучше вам могу объяснить практически мои слова». Ученик был окончательно поражен, когда Ге стал ему писать в этюде. Мало по малу образовалась кучка удивленных учеников. Этюд оживился и заблистал живописью под рукой у мастера. «Да кто же вы?» спрашивают уже все, когда он отодвинулся и передал палитру ученику. «Я Ге художник». «Как вы Николай Николаевич Ге?» Общий восторг, удивление, и вскоре началась самая оживленная беседа, какую везде способен был вызвать Ге. Все были очарованы знаменитым художником, только под конец ученик, которому Ге поправил этюд, несколько нарушил общее восторженное настроение практическим вопросом. Он спросил, может ли он продать в свою пользу этюд, поправленный Ге. Однако настроение было такое счастливое, что это только развеселило всех. Стали ходить слухи, что Ге пишет картину распятия. Госпожа Юнге, посетившая Ге, рассказывала, что заехав к нему, она нечаянно попала в его мастерскую, куда он не пускал никого. Она вынесла панический ужас от его Христа на кресте. Ге изображал Христа в момент его стинания гласом великим. Скую мя оставил Еси. Такое страшное лицо, по ее словам, невозможно вообразить. На передвижную выставку уже ждали Ге с новой картиной, но этого не случилось. Окончив картину, Ге был в большом сомнении и просил Льва Николаевича, которого он уже во всем слушал, приехать к нему и разрешить сомнение, выставлять ли картину или переделать. Лев Николаевич нашел Христа его безобразным и посоветовал переделать. Картина была отложена. Ге опять усиленно занялся делами добродетели, личным трудом, физическим, тяжелым. К искусству в это время он стал относиться совершенно бесстрастно. Добрая тема, благое намерение, иллюстрации идей общего блага, вот что по новой вере может позволить себе художник, без всякого увлечения искусством, думая только об одном общем благе жизни. Все остальное само приложится. Ведь истинно чистое дело есть выражение истинно чистой души. Уголь и бумага – вот все средства дела Божьего в изображениях. Предварительные этюды, разработка композиций, работы с моделей – все это вещи ненужные и даже вредные, как нарушающие цельность настроения, как искушения, увлекающие много силы во внешнюю форму искусства. С таким настроением Ге нарисовал углем иллюстрации к известной поэме Льва Толстого «Чем люди живы». Посредник издатель народных книг издал этот альбом с большой тщательностью, фототипией, добиваясь полнейшего фоксимиле. К сожалению, альбом произвел весьма слабое впечатление. Не верилось даже, что это рисунки Ге. Они не имели успеха даже у толстовцев. Немного спустя Ге вылепил бюст Льва Николаевича, только что оправившегося от болезни. Это состояние Льва Николаевича отразилось в бюсте Ге. Иногда он как бы украдкой брался за холсты и писал сцены при лунном свете, без композиции, без обработки, определив интересно только название картин, например, совесть. Без комментария ничего нельзя было понять в этом холсте среднего размера. Плохо нарисованная, бесформенная спина, примитивно протянутая наискость дорога, под черным фоном пригорка, в глубине красные кляксы и черные черточки. Это должно было изображать Иуду, прикованного взором мучительной совести к жертве своего предательства Христу, уводимому толпою с дрекольями и факелами. Яснее по композиции был его эскиз небольшого размера. Христос после тайной вечери сходит по ступенькам террасы, его сопровождают апостолы. На террасе, освещенной луной, он взглянул на звездное небо. Жаль, и этот прекрасный мотив остался без всякой обработки. Как видно, в это время в глубине души Ге все еще жил художник, вечно забиваемый доктринами, но рвавшийся к свободе и безотчетной любви к свету, к эффектным иллюзиям искусства. Это совпало у него с общим возбуждением его философского ума. Он увлекался тогда философом Ницше и везде громко и восторженно говорил о нем. Невероятным казалось слышать из уст толстовца этот искренний энтузиазм перед анархистом мысли, дерзкая смелость которого соперничает подчас с идеями самого падшего ангела. У Ге снова появились краски. Это излишняя роскошь аскетического искусства. Заходящий свет солнца блеснул живым лучом в его картину и совершенно случайно, то есть вполне художественно, как природа, как Бог, осветил беспристрастно спину Пилата, коридор римского характера, а Христа оставил в тени, тронув только часть его ноги и подол хитона. Этот горячий луч залил ярко квадратики пола из белого и черного мрамора и рефлексом отсюда снизу осветил все тени пыльным теплом. Художника прорвало, он искусился и закутил своим искусством, заиграл светом и тонами. Это было бесполезно для его строгой идеи. Он грешил против пуританской доктрины, но, видимо, наслаждался и отдыхал в искусстве. Так писалась его картина «Что есть истина». В 1890 году Ге привез ее на передвижную выставку. Передвижники встретили его с большой радостью, в своих обычных годовых собраниях они избрали его председателем. Картину поставили на лучшее, какое только автор пожелал место. На общем обеде и в собраниях Ге был оживлен и многое прекрасно говорил. Особенно много толков возбуждала теперь его последняя картина. Хвалили свет, общее построение картины, живую связь двух фигур Христа и Пилата, но много было недовольных фигурой и лицом Христа. Никто не желал узнать Христа в этом тощем облике с бледным лицом, укоряющим взглядом и особенно с трепанными волосами. Ге очень серьезно и веско защищал свое произведение. Он указывал на многие трактаты святых отцов церкви, занимавшихся разрешением вопроса о внешности Христа. Большинство их утверждало, что Христос, как явный протест против языческих идеалов внешности, взял на себя самый смиренный и ничтожный образ человека, чтобы показать людям, что важна в человеке только душа и что самая заурядная некрасивая личность может носить в себе великие нравственные сокровища. Картина эта в отношении форм довольно слаба, но у людей, живущих принципами и понимающих только идейную сторону искусства, она имела большой успех. Особенно высоко ставили ее те, кому посчастливилось услышать от автора картины комментарии к ней. Это были высшей степени художественные образчики объяснений картин, и можно пожалеть, что они не стенографировались. Во всяком случае, у картины был успех, он окрылил художника. Даже то, что картину с выставки сняли, как не отвечающую традиционным началом религиозной живописи, только возвысила картину, придала ей особый орел гонимой и возбудила интерес к ней даже на западе. Картина отправилась путешествовать по Европе по инициативе платонического поклонника Ге, его картины и учения Льва Толстого. Ге заказывали повторение картины здесь и в Гамбурге. Сопровождавший выставку прислал сюда из-за границы восторженные отзывы европейских газет о картине. Что есть истина и сведения о громадном, нравственном, но нематериальном успехе ее, особенно в массах рабочего людо. Еще не окончила выставка курса по Европе, как картину пригласили в Америку, но с Америкой вышла неудача. Антрепренер стал жаловаться на дороговизну переезда, жизни, пошлины, требовал от автора все больше и больше денег. Даже от Третьякова, которому картина была продана. Вернувшись в Россию, странный мечтатель выпустил целую книгу, изобличающую в чем-то Ге, да, кстати, Льва Толстого, которому он, так же, как и самому Ге, восторженно поклонялся прежде. Смотри дневник Толстовца Ильина. Но и это не бросало уже ни малейшей тени на внутренний свет стойка. Ге не желал произнести ни одного слова в свое оправдание против целой книги обличителя. Ге был чужд всякой партийности. Он верил, что во всякой среде есть искренние добрые сердца. Его задушевная проповедь то мягко поглощалась великолепной роскошью салонов и глухо тонула в персидских коврах и плотных дорогих портьерах в аристократическом обществе, то звонко рефлектировалась деревянными перегородками студенческих клетушек, быстро и громко распространяясь за пределами коморок. Художником он говорил об искусстве. Уже посидевший, постаревший, шамковший старичок Ге был молод и свеж нравственной бодростью и верой в человека. Весьма бедно одетый он всюду был желанным гостем и собирал на свои публичные лекции многочисленное общество самых разнообразных оттенков. Всех соединял и оживлял он чистым нравственным весельем, которое не покидало его и охватывало слушателей. После его публичных лекций я видел не раз растроганные до слез лица и видел совсем незнакомых ему людей, горячо пожимавших ему руки. В лекциях его бывали лучше всего беседы, которые начинались обыкновенно по поводу какого-нибудь вопроса, сделанного кем-нибудь по прочтении Ге, написанного и читанного им по тетрадке. Эта первая часть всегда бывала слаба и мало интересна. Зато простой живой вопрос вдруг воскрешал Николай Николаевича. Тут только и начиналась настоящая увлекательная импровизация. Трогательно говорил он с убеждением. Его последние картины еще свежи в памяти у всех, кому удалось их видеть, а удалось немногим, так как они были допускаемы на публичные выставки только на самое короткое время или совсем убирались с выставок. Такому полному запрещению подверглась его картина, изображавшая торжественное шествие Синедриона, осудившего Христа на смертную казнь. Повинен смерти. Не забуду, как Поленов, приехав из Москвы, рассказывал, что он не мог спать от восторга, какой возбудил в нем Ге рассказом об этой своей картине Повинен смерти. Очень сожалею, что мне не удалось слышать от автора его рассказ. Я увидел раньше картину, и она меня настолько разочаровала, что у меня не было охоты слушать комментарии к ней. Художественная идея картины меня восхитила как замысел, как план, ново, сильно, необыкновенно. Тут ясно мировоззрение художника, глядящего собственным взглядом, отрешившегося от затхлых традиций, общих мест, заурядности. Первый план картины, залитый массой светильников, торжественно шествует Синедрион из залы суда, где он подписал смертный приговор. Этим маститым, благовоспитанным фарисеем предшествуют юноши с кадилами. На втором плане у стены стоит осужденный. Некоторые из ревностных в своем благочестии судей, проходя, не могут не заушить преступника. Таковы были нравы и таково было озлобление благочестивых фарисеев. Огненный тон картины живой, горячий, сочинение как замысел художественное, оригинальное, портит все спешность, небрежность выполнения, уродливость, сбивчивость форм. Это большой эскиз, недоделанный набросок, кое-как намалеванный. Последние его картины «Распятие» я не видал. Мне прислали только фотографии с нее в Италию, в Ассизи, где, рассматривая фрески Джиотто и Чимабуэ, я много раз вспоминал невольно Ге и его восторг от этих художников. Чимабуэ, как просыпающийся к жизни ребенок, в искусстве обретает собственный стиль. Стиль этот не в сюжетах, не в сочинении, он выражается еще только в собственной черте и в собственном его вкусе краскам еще очень бедной, примитивной палитры. Джиотто более легок, прост и наивен. Не задумываясь, не мудрствуя, он расписал фресками всю середину верхнего храма Святого Франциска, которое производит веселое впечатление детского, лубочного искусства. Никогда при взгляде на эти архаические попытки мне не пришло бы в голову ставить их хоть с какой-нибудь стороны идеалом в искусстве. Но вкусы к искусствам до такой степени индивидуальны, что ни под какие законы вероятно их подвести нельзя, и о них давно уже не спорят. Распятие Ге меня поразило. После неясных младенческих представлений полусонного воображения, которое с великим напряжением иногда приходилось угадывать в выцветших фресках Чимобоя и Джиотто, передо мною вдруг открыл страшную трагедию современный художник, безусловной маскировки с поразительной резкостью и правдой. Особенно сильное впечатление производит голова Христа на кресте. Великое страдание запечатлелось на претерпевшем до конца лице божественного страдальца и на всем его слабом теле, носившем в себе такой великий дух. Темный воздух заносится вихрем подымающегося песка, больше ничего на фоне. К сожалению, разбойник совсем карикатурен. На эту картину, как видно, Ге положил много труда, чтобы кое-как наверстать забытое умение писать и рисовать человеческое тело. Она исполнена сносно. Вообще, в последнее время он стал серьезнее относиться к искусству. Это выразилось в его последних портретах, особенно в портрете Костычева, который уже можно считать вполне художественной вещью. Меня очень удивило, что распятие Ге для выставки не разрешили. Я никак не мог разгадать причину запрещения ее. Безобразен разбойник? Но такие ли безобразия воспроизводила старогерманское искусство? Европейские музеи полны произведениями этой эпохи, особенно в Брюсселе, и их со стен не снимают? Иконы, бывшие в церквах, повешены теперь в музеях, они сохраняются там, как образцы искусства известной эпохи. Разумеется, не за неудовлетворительное искусство сняли распятие Ге с выставки. Искусство у нас на последнем плане даже у большинства наших художников. В их специальном деле искусство, как искусство, играет второстепенную роль. Очень высокое искусство считается даже ненужной излишней роскошью. Это все еще у нас презренное искусство для искусства. У нас художник не смеет слишком отдаваться искусству и изучать его само по себе как красоту, как совершенство форм, как технические приемы для достижения большого совершенства в выполнении. Это Шопенгауэр там допускает для художника как главный принцип важность и значение в достижении выражения формы как таковой. Совершенствование собственного взгляда на внешний мир для изучения его, даже целыми школами для более высокого воспроизведения. Это чисто познаваемая, говорит он, сторона мира и повторение ее в каком-либо искусстве элемент художественный. Его приковывается зерцание зрелища объективизации воли. И далее это чистое, истинное и глубокое познание существа мира является ему целью в самой себе. У нас же царят еще утилитаризм и литература в живописи. Обязательными признаются только литературные традиции. Еще и теперь многие, даже художники, защищают тенденцию в искусстве, принимая ее как завет литературы. Так, например, наш известный пейзажист Киселев пишет в артисте «Пусть новейшая художественная критика упрекает наших художников в идеях сороковых и шестидесятых годов, называя эти идеи тенденциями. Мы не имеем причины стыдиться этих тенденций, завещанных нам такими писателями, которым как гениальным художникам поклоняется современная Европа. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Тургенев, Толстой тенденции эти не идут вразрез с идеалами нашего искусства. Напротив, они одухотворяют и возвышают его, чистые от всяких корыстных и эгоистических побуждений. Они-то и есть идеалы этого искусства, без которых оно не могло бы и существовать. И это пишет наш прекрасный пейзажист, который навсегда самым родом своего искусства удален от всяких тенденций. Еще более ясно и откровенно высказался покойный Мусоргский в письме к Стасову. Могучий талант, оригинальный в музыке и в слове могуч и оригинален. Не музыки нам нужно, ни слов, ни палитры и ни резца. Нет, черт бы вас побрал, лгунов, притворщиков, мысли живые подайте, живую беседу с людьми ведите, какой бы сюжет вы не выбрали для беседы с ними. В другом письме художественное изображение одной красоты в материальном ее значении грубое ребячество, детский возраст искусства. У нас еще немыслим и такие художники, как Мейсонье, Фортуни, художники жизни и формы самих по себе, работавшие всю жизнь в чистейшей сфере искусства для искусства. Мейсонье в своих миниатюрах с самыми незатейливыми сюжетами, строгостью рисунка и глубоким значением форм достигает значения великого художника. Фортуни поразил всех современных художников Европы недосягаемым изяществом в чувстве форм, колорите и силе света. Волон считается в Париже царем живописцев, хотя всю жизнь пишет только натюрморты. Но это праздная забава, он забавлялся, сказал, увидев работы Фортуни один наш русский художник. Он прав. Но разве не праздная забава вся опера Глинки Руслан? Один очень знаменитый писатель сказал про Пушкина Свистун. Может быть с точки зрения морали искусство для искусства не только бесполезно, а даже вредно. Но равнодействующее всей жизни идет своим путем и ценит дороже всего эти бесполезные совершенства. Все замечательные музеи Европы в самых лучших образцах представляют только эти безидейные драгоценности и хранят их как перлы, бриллианты и прочие драгоценные каменья, вставленные в золотые, тончайшие работы сосуды, короны, сбруи, вазы и прочие ненужные редкости. Однажды, под впечатлением одной из наших содержательных и интересных выставок, я случайно наткнулся на сформованный обломок из фронтона Парфенонского храма. Обломок представлял только уцелевшую часть плеча. Меня так и обдало это плечо великим искусством великой эпохи Эллинов. Это была такая высота в достижении полноты формы, изящества, чувства, меры в выполнении. Я забыл все. Все мне показалось мелко и ничтожно перед этим плечом. Конечно, выше всего великие. Гениальные создания искусства, заключающие в себе глубочайшие идеи вместе с великим совершенством формы и техники. Там вложены мысли самого создателя, невыразимые, непостижимые. Те мысли выше даже и гениальных авторов. Они, как высшие откровения, внесены ими туда невольно, непосредственно, по вдохновению свыше, осеняющему только гениев в редкие минуты просветления. Но художник пластик в простоте сердца имеет полное право воспевать и увековечивать художественность форм и жизни природы и свои фантазии, не мудрствуя лукаво, если Господь не одарил его гениальным разумом и мудростью философа. Одна внешность природы и индивидуальности так невыразимо прекрасна, так глубока, разнообразна, что может служить неисчерпаемой сокровищницей даже для самых огромных сил человека на всю его жизнь. Идеи вековечны и глубоки только у гениальных авторов. Но разве гениальность обязательно для всякого смертного? Разве мы вправе требовать от всякого художника философского понимания явлений жизни, прощая ему даже небрежность и грубость выполнения? Нет более жалкого и бестактного явления, чем ограниченный человек, который пыжится выказать глубокую премудрость. Что может быть скучнее его поучений? Бездарным холодным ремеслом до искусства ему не подняться он иллюстрирует популярные идеи, а рассудочные люди стараются возвеличить его за благие намерения, он где служит идеей общего блага. Мне кажется, он опошляет даже самое это благо заурядным отношением к нему. И небольшие силы художников плодотворны и симпатичны, когда они с любовью работают над специальными и посильными задачами. Бесконечно разнообразные отделы и темы искусства неистащим художественный интерес явлений и форм природы и фантазии человеческой. Важно только не насиловать себя в угоду нерациональным требованиям представителей других областей. Надо крепко отстаивать свободу своей индивидуальности и цельность своей сферы. По справедливости художник обязан изучать искусство для искусства и более всего интересоваться им с этой стороны. И несправедливо упрекать скромного художника за то, что он пишет всю жизнь только этюды с натуры. Если его этюды художественны, пилить его обязательством творчества, фантазии, если у него к этому нет дара. Недобросовестно выбивать его из его колеи, сбивая на чуждую ему дорогу. Художники большей частью люди впечатлительные, робкие, при том и специальное занятие искусством так поглощает их энергию и время, что они уже бывают бессильны бороться с господствующими требованиями общества. Самый большой вред наших доктрин об искусстве происходит от того, что о нем пишут всегда литераторы, трактуя его с точки зрения литературы. Они с бессовестной авторитетностью говорят о малознакомой области пластических искусств. Хотя сами же они с опломбом заявляют, что в искусствах этих ничего не понимают и не считают это важным. Красивыми аналогиями пластики с литературой они сбивают с толку не только публику, любителей, меценатов, но и самих художников. А на самом деле в этих искусствах очень мало общего. Соприкасается словесное искусство с пластическим только в описаниях, но и здесь разница в выполнении огромная. То, что художник слова может выполнить двумя словами в две секунды, живописец не одолеет иногда и два месяца, а скульптору понадобится на это два года, так сложна бывает форма предмета. Зато форму эту во всеосизательной полноте никогда не представит слова. Точно так же, как фабулы рассказа, диалога, вывода и поучений, никакие искусства, кроме словесного, не выразят никогда. Бывают и у литераторов увлечения пластикой. Французы, например, очень любят пластику. И их билетристы часто грешат живописью в слове. Даже такой изящный и глубокий писатель, как флабер, иногда вдаётся в такие подробности описания едва уловимых деталей, что положительно переходит уже в область живописи и до невозможности утомляет воображение читателя. Большинство читателей обыкновенно перелистывает, не читая перла его описательных поэтизирований, тончайших нюансов и иллюзий природы. Читатели любят больше всего интересную фабулу и диалоги, и этим едва ли следует пренебрегать, может быть, читатели и правы. Фабулы и диалоги суть неотъемлемая область слова. Да простит мне читатель это отступление и скачок в другую область. Это я в отместку за постоянные набеги и почти поголовный угон в плен моих собратьев по художеству литераторами. Чтобы понимать плоды науки и наслаждаться ими, необходима специальная подготовка. Против этого никто не будет спорить. О музыке можно сказать почти то же. Кто не подмечал выражение искренней скуки от Бетховена у людей, не причастных к музыке, имеющих примитивные вкусы? Людей, не посвященных в живопись, случалось мне подводить к лучшим созданиям Рембрандта, Веласкеса, Тициана. Широко раскрыв глаза, они чистосердечно удивлялись и не верили, когда я говорил, что это самые замечательные произведения живописи. Только специалист или человек с очень развитым вкусом предпочтет Венеру Милосскую победу, прекрасно отделанным сухим римским статуям или сладким шедевром Кановы. Кто, кроме художника, может понять и оценить великую пластику гениальных обломков Парфенонского фронтона? С этим нельзя не примириться. Но наши менторы никогда с этим не согласятся. Они преклоняются только перед моралью. Преклонение это кажется мне похожим на те поклоны, которые кладут благоразумные господа в церквах в назидании охладевающим к религии мужикам. Вообще наше движение к добродетели и добровольным лишениям выражается все больше в разговорах и запугивании ближнего жупелом материального благосостояния до роскоши. Сами мы продолжаем жить в свое удовольствие. Только немногие чудаки стараются подавлять в себе разнообразные человеческие способности с корнем разумеется вырвать их редко кому удается. Пробиваются у многих эти способности в искалеченном виде кривые, косые, слабые недоноски. Только героические натуры, благороднейшие души приносят на алтарь общего блага лучшие сокровища своего гения. Так Гоголь и Лев Толстой закололи своего Исаака во славу морали. А жизнь все идет по-старому. Большинству людей нужна жизнь материальная, радости осязательные, искусства изящные, добродетели посильные, забавы веселые. И великодушен, милостив творец посылает им и забавы, и забавников, и науки, и искусства. Ему известно, что эти его создания еще не могут жить одними чистыми идеями разума. Еще очень немногие из живущих на земле постигают душевную жизнь и веруют в нее. Одним из таких немногих светлых был Иге. Откровенная чистая душа, не задумываясь, он пожертвовал лучшую и самую дорогую ему способностью души своей, своим талантом художника. Он чистосердечно закабалил его во имя более важных задач современного общества. Еще в юных годах, когда художник свободно предавался искусству, он вызвал перед людьми тень Самуила, невыдуманную, но действительную самосветящуюся тень. Эту тень могли вызвать только аэндорская волшебница да гениальный талант Ге, каким он несомненно и был. В Тайной вечере он делает уже гигантский шаг в искусстве, опять он открывает перед нами историческую живую сцену с такой иллюзией и правдой, какие не появлялись еще в художественном мире. Такие ли еще картины дал бы этот художник, если бы к его таланту были предъявлены рациональные требования. В нем лежали силы Микеланджело. Нескоро еще появится на земле такой редкий организм страсти, темперамента и беззаветной преданности человечеству. От него потребовали, чтобы он пожертвовал своим гением, и он, не задумываясь, поработил в себе великий дух художника во имя гражданского долга обществу и публицистики. У него еще оставалось общественное положение, были средства во имя того же общественного блага работать на почве материальной культуры. С глубоким внутренним страданием можно ли загасить чем-нибудь тлеющую в недрах лучшую часть души? Он работал, однако же, энергически, и в этой новой ему области работал, разумеется, бескорыстно. Это самая неверная, убыточная профессия земледельца на небольшом куске земли, могла бы с успехом вестись в его имении приказчиком за сто рублей в год. Он работал по убеждению. А искания и отрицания в нашем обществе все шли крещенда. Публицистика уступила место морали, утилитарность вечности. Быть нищим духом, быть нищим материально, быть рабом требовал от человека Лев Толстой во имя самоусовершенствования, во имя общего блага жизни. Ге бросил все и стал нищим, стал рабом добродетели. Но искусство и художники все еще близки были сердцу Николая Николаевича. В последней речи своей на первом съезде художников и любителей в Москве 30 апреля 1894 года он сказал любителям, меценатам, сочувствуя художникам. «Знайте, что все эти люди при всей скромности старицы возвратят вам все ваши услуги. Они будут со временем тем, чем вы будете гордиться». Произведение искусства есть самое высшее произведение человеческого духа. Оно дает жизнь, оно совершенствует человека. Но здесь, испугавшись опять увлечения искусством, он повергается с ним к ногам морали. «Только потому нам это искусство так и дорого», продолжает он вдруг, «потому мы все и собрались здесь, что мы знаем, что ни картины, ни мрамор, ни холст, никакие внешние стороны искусства не имеют значения, а дорога нам лишь та разница между тем, чем мы должны быть, и тем, что мы есть, на которую указывает нам произведение искусства и которую выразить внушает художнику заповедь Христова, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный». Не знаю, согласились ли художники и любители на съезде с тем, что никакие внешние стороны искусства не имеют значения, но не надо забывать, что Отец Наш Небесный с великою любовью совершенствует и внешнюю сторону природы, не пренебрегая никаким ничтожеством создания. И чем выше созданной им индивидуальности по духу и сути, тем и форма их сложней и совершенней. В экстазе своего увлечения добродетелью ревностные моралисты закрывают глаза на эту сторону. Архип Иванович Куинджи В сфере пейзажной живописи Куинджи был гениальный художник. Гениальный? Слово это слишком большое, сказали на похоронах Ивана Сергеевича Тургенева преданные ему друзья и почитатели. Они даже смутились, как-то попятились, да так и не рискнули наградить этим великим эпитетом своего излюбленного писателя. И я чувствую обязанность объяснить свое смелое определение гениальности Куинджи. Два типа гениев различаем мы в искусствах всякой эпохи. Первый гений новатор, дающий начало новому виду искусства. Он обладает свойством изобретателя и часто остается непризнанным. Эта натура высшей степени самобытная с большими крайностями он открывает эпоху. Второй гений завершитель всесторонне использованного направления. Натура многообъемлющая, способная выразить в возможной полноте своего искусства свое время. К оценке его накопляется большая подготовка, он ясен. Он заканчивает эпоху до полной невозможности продолжать работу в том же роде после него. Гении завершители своих эпох всем известны по своей мировой славе. Их немного. Я возьму два-три примера из великого прошлого. Рафаэль, Микеланджело, Гетте, Бетховен, Пушкин, Глинка, Лев Толстой. Я остановлюсь на ярком эпизоде псевдоклассики нашего академизма Карле Брюллове. Брюллов блестяще завершил весь цикл европейского идеализма, воспитанного великим ренессансом искусства. Его триумф Рим, Париж, Вена, Берлин был беспримерный по своему грандиозному подъему эклитического торжества всех академий Европы. Это был расцвет академий. Они были на высоте задачи оценить великое в культуре искусство. Наша академия художеств, как и все, что относилось к изучению и насаждению у нас драгоценных откровений духа, шла об руку со всей Европы. Наша академия художеств пела в честь Брюллова сочиненные для него кантаты, венчала его лаврами и торжественно провозгласила его гением. Гордилась она им по всей справедливости, так как все предшественники и современники Брюллова, истинные жрецы академического культа Комучини, Давид, Энгр, Корнелиус и другие подвязавшиеся тогда псевдоклассики, не были на высоте брюлловских знаний форм, энергии, смелости и особенно жизни, которую вливал гигант Брюллов в охладевший уже псевдоклассицизм. Сейчас, 1913 год, разгул дилетантизма и заразы анархической чепухой в искусстве. Великих достоинств Брюллова даже оценить некому. Апеллес, Рафаэль, Мейсонье, Фортуни – вот величины, которым равен Брюллов, и никто из компетентных не усомнится в гениальности этих великих художников. Так как Куинджи по своим свойствам есть гений первого рода, то и рассуждение о гении второго рода я вычеркиваю, чтобы не отвлечься от сути предмета. Свет – очарование, и сила света – его иллюзия была его целью. Конечно, вся суть этого явления заключалась в самом Куинджи, в его феноменальности, личной, врожденной оригинальности. Он слушал только своего гения-демона. Но гений его был в полной гармонии с общим брожением, и он инстинктивно сливался с общей пульсацией новых требований и от искусства. Общее настроение интеллигенции того времени, особенно под влиянием проповедей Стасова, жаждало во всем новых откровений. Время было бурное, как перед рождением Луны в воздухе, и в нашем искусстве ощущалось страстное желание нового вида, новой дороги. Старая, с гением завершителем Брюлловым, была пройдена и развенчана даже. Настроение ожидания созрело. И в половине семидесятых годов, как серп молодого месяца, впервые заблестел на нашем небе новый гений. Все шло как по писанному. Поднялись вихри, полетел вверх всякий ссор, непогода и ветры нагнали ливни, молодой месяц омывался. И гений в своей среде, как и полагалось, не миновал искуса. Герою надо было победить много годов и трудностей и на смелом ходу вытаскивать много дриколий из колес своей торжественной колесницы. Все преодолел сам герой. И к началу восьмидесятых годов молодой месяц достиг уже полнолуния, ярко освещал собой все наше небо и тревожил таинственным блеском всю нашу землю. Тогда жизнь учащейся искусству молодежи лепилась на чердаках Академии художеств, где скромным бедняком появился и Куинджи. И появление его вначале никто не заметил. Он был с большими недочетами в образовании, односторонен, резок и варварски не признавал никаких традиций, что называется ломил вовсю и даже оскорблял иногда традиционные святыни художественного культа, считая все это устарелым. Как истинный гений-изобретатель он шел от своего природного ума, верил только в свои личные воззрения на искусство и влиял на товарищей менторски. Никогда у него не могло быть даже мысли работать скромно в своей специальности, довольствоваться камнем, лично им положенным в бесконечной лестнице, ведущей к совершенству в искусстве. Его гений мог работать только над чем-нибудь еще неизвестным человечеству, не грезившимся никаким художником до него. Академических рисовальных вечеров он не посещал. Научные лекции наших тогдашних курсов, растянутых на шесть лет, также его нисколько не интересовали. До всего он доходил собственным умом. Но только после посещения Валаама, где он проработал с натуры все лето и откуда привез превосходные этюды, началась его оригинальная творческая деятельность. С первой же вещи Валаама его небольшие картинки вызывали большие споры, привлекали массы публики и отделялись от всего, что было с ними одновременно на выставках таким сильным своеобразным впечатлением, что оказалось, вся выставка уходила куда-то далеко и одни картинки Куинджи были центральным явлением. Вся публика стояла у его вещей и после этих неожиданных красот не могла уже замечать ничего интересного. Вот его первая небольшая картинка. Идет дождик, облажной, хронический. По глиняному раскисшему косогору ползет тележонка, едва вытаскиваемая кличонкой. Какой-то наймит возница слез с тележки и босыми ногами чавкает по глиняным, стекающим вниз ручьям и лужам, формуя в грязи свои подошвы, пятки и пальцы рядом с колеями от колес. Вправо черешни заплетнем по-осеннему без листьев. Вот другая картина, о которой так много писали. Выжженная желтая степь, ровная, тянется в одну линию, разве только чертополох где-нибудь нарушит ее горизонтальность, да орел в небе мелькнет точкой на необъятном горизонте. И так поэтичная эта золотистая равнина так надолго втягивает зрителя, что не хочется ему оторваться от этой фатальной жизни земли самой по себе. Ничего картинного в привычном смысле нет, глазу остановиться не на чем. И никогда никому из художников до Куинджи не могла прийти в голову такая неблагодарная тема для картины. Никакой картины тут не было, а была живая правда, которая с глубокой поэзией ложилась в душу зрителя и не забывалась. И после этой правды жизни земли зритель уже не мог остановиться ни на каких красиво скомпонованных картинах пейзажей, изысканных красот природы. Все казалось избитым до пошлости, зритель уже бредил степью Куинджи целую неделю и более. Некоторые картины его ставили на дыбы благовоспитанных зрителей, особенно вот эти простые украинские хаты, что с особой пластичностью поместились на круче, как на пьедестале. За ними густые массы темной зелени груш делают глубокий бархатный фон всей картине. Картина залита такими горячими лучами заходящего солнца, при которых темная зелень кажется гранатного цвета. Сколько споров возбуждал этот чистый горячий свет на белых хатах, щедро нарумянинах финальным лучом заката. Все тонкие эстеты упрекали Куинджи в бестактности брать такие резкие моменты природы, от которых больно глазам. Но никто не думал о своих глазах, смотрели не сморгнув, не оторвать бывало. Помню, перед этой картиной кто-то спросил Принишникова, жанристо. Какого он мнения о цвете этой черно-гранатной зелени под этим лучом? «Я думаю, что такое освещение было до Рождества Христова», отшутился он. Куинджи никоим образом нельзя было упрекнуть в однообразии. Вот опять серая и самая скучная картина Приазовской степи «Чумацкий тракт». Растворился чернозем по ступицу, валы едва вытаскивают тяжелый воз солью своим мерным тягучим шагом. Моросит и по всей извивающейся по необъятному простору дороге, полной густой грязи, тянутся нагруженные солью фуры одна за другой. И опять та же бесконечная, беспросветная правда степи. Шесть недель шел чумак за тяжелыми вазами своих товарищей валов. Пропитав дегтем суровый холст своей домодельной рубахи от нечисти, он и сам был цветом близок к своей мазнице, висевшей под телегой. Чернозем так впитался в морщины и поры его лица, что весь он, кажется, прорисован чернилами какого-то архаического рисовальщика. Каждому, кто помнит выставки Куинджи, рисуется свое особое впечатление. Всего припомнить нет возможности. Я буду бесконечно рад увидеть выставку работ Куинджи, чтобы сравнить впечатление, полученное мною 30 лет назад, с теперешним моим впечатлением от всех его трудов, даже неизвестных художественному миру. Думаю, что все это теперь покажется таким скромным, столь распространенным, знакомым, что прежней буре раздоров из-за оскорбленных традиций искусства никто даже не будет в состоянии вообразить. Все покажется преувеличенными россказнями, кто же этого не видал. Труднее всего вообразить в наше время новизну всех этих мотивов. Еще бы! Они так подхватывались и так пускались в ход. В силу первого впечатления и особенно сногсшибательную своеобразность особой художественной самобытности. Вся стая работавших тогда пейзажистов ждала и с жадностью набрасывалась на каждый новый эффект мага и волшебника. Разругав громко на все корки Куинджи за всякое его выступление, противники не могли удержаться от подражания и на перерыв с азартом старались выскочить вперед со своими подделками, выдавая их за свои личные картины. И были покупатели, были издатели этих контрафакций, торговали бойко. Но главным камнем преткновения для хищников была иллюзия тона в оригиналах и сила гармонии в отношении теней и света. Тут уже предполагали секрет и старались постичь его даже умные, даже почтенные художники. С особенной лихорадочной тряской следил за Куинджи художник Орловский. Сам сильный художник, многоучившийся не без успеху, он мог вместе с пушкинским Сальери сказать «Музыку я разъял как труп, поверил я алгеброй гармонию». Орловский не досыпал, не доедал, как на огне горел, не мог понять, чем Куинджи достигает такой иллюзии света и такого общего тона картины, чем он так могущественно завладевает целую толпой зрителей и заставляет ее самозабвенно неметь от восторга перед его картинами. Встречая Куинджи, он весело пожирал его недоуменно жадным взглядом своих больших серых глаз на выкате и не мог скрыть от товарища. Признался, что он сугубо работает над раскрытием секрета его, Куинджи. Он расскажет ему, как только достигнет. Куинджи весело и громко, как только он мог хохотать, заразительно симпатично смеялся при этом обещании откровенного товарища раскрыть его секрет, которого он сам не подозревал в себе. Однажды Орловский, озабоченный, но торжествующий, веселый, еще издали стал делать Куинджи знаки, приглашая идти за ним. Куинджи даже раздумья взяло, идти ли? Пожалуй, рехнулся чудак, да еще убить собирается. Но Орловский так сиял от какого-то внезапного счастья и так любовно глядел на Куинджи, что тот последовал за ним в мастерскую, боголюбовскую, в Академии художеств. Орловский подвел Куинджи к окну в академический сад, подал ему зеленое стекло. «Смотрите», произнес он таинственным шепотом, «Это? Что такое?» недоумевал Куинджи. «Зеленое стекло? Так что же? Где секрет? В чем?» «Не хитрите!» страстно-выразительно кипел Орловский. «Вы пишете природу в цветное стекло». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха», отвечал Куинджи. «Ох, не могу! Ха-ха!» «А это вот оранжевое, голубое, красное, да», шептал Орловский. Куинджи в ответ только хохотал. Естественно, что Куинджи так от всего сердца хохотал над откровенностью своего товарища, он так глубоко и серьезно работал, по-рыцарски и так ревниво не допускал к себе ничего избитого. Ему ли было до фокусов? Глубоко, упорно добивался он совершенства в решении своих живописных задач. Здесь он был чувствителен к малейшим погрешностям, даже мнимым и неутомим в своей энергии глубочайших исканий иллюзии, как уже сказано. Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи. Куинджи художник света. Ах, как живо помню я его за этим процессом, когда мы еще не прятали друг от друга своих работ. Коренастая фигура с огромной головой, шевелюрой овессолома и очаровательными очами быка, он был красив, как ассур дух ассирийцев. Живо представляю, долго стоит он на расстоянии шагов пятнадцати перед своей картиной. Сильно не сморгнув, смотрят его буркалы самую суть создаваемой стихии на холсте. Кажется, лучи его зрения уже мне, зрителю, видны, так они сильны и остры. Нескоро взгляд его опускался на палитру. Долго и медленно смешивает он краску, можно заскучать, наблюдая, как один почтенный зритель заскучал над удильщиком рыбы. Наконец-то! Он зашагал тяжелыми шагами к картине, так шагают только вагнеровские герои с большими пиками на сцене. Остановился, долго вглядывается в картину и в краску на конце кисти. Потом, прицелившись, вдруг, как охотник, быстро кладет мазок и тогда уже быстрее идет назад к тому месту, где мешал краску, где твердо стоял на своих толстых подошвах и высоких каблуках обеими ногами. Опять острейший луч волооких на холст. Опять долгое соображение и проверка на расстоянии, опять опущенные на палитру глаза, опять еще более продолжительное мешание краски и опять тяжелые шаги к простенькому мольберту в совершенно пустой студии. Он ничего не переносил на стенах, все было сложено аккуратно и все надежно хранилось его женою Верой Леонтьевной, которая в удивительном порядке и идеальной чистоте держала даже все его тюбики красок, перетирая каждый день их палитру и кисти. Он делал вид, будто даже тяготится этой чистотой. В большом физическом кабинете на университетском дворе мы, художники-передвижники, собирались в обществе Менделеева и Петрушевского для изучения под их руководством свойств разных красок. Есть прибор, измеритель чувствительности глаз к тонким нюансам тонов. Куинжи побивал рекорд в чувствительности до идеальных точностей, а у некоторых товарищей до смеху была груба эта чувствительность. И пока вот так упорно и просто в совершенной тишине и одиночестве идет глубокий труд изобретателя, на Большой морской улице в обществе поощрения художеств давка, в квартирах нескончаемые споры людей, совсем выбитых из интересов своих специальностей, обязанностей, и здорово живешь входящих в раж по поводу новых живописи. этим людям, довольно хладнокровным к поэзии, вдруг становится так близок интерес специалистов живописи, как будто он, как отечество, в опасности. Являются с воле озабоченные присяжные судьи, они сами были свидетелями невиданного успеха новых картин, нечто невероятное. И вот наступает время справедливого приговора этому ошарашившему всех явлению. Интересно хорошенько бы рассмотреть в лупу, из каких красок составлен этот цвет. Кажется, и красок нет, просто дьявольщина какая-то. Шарлатанство, вдруг раздается громко голос вошедшего. И знаете ли, это совсем просто. Я читал в одной газете статью про эти картины. Автор пишет, и чего это люди сходят с ума? Куинжи взял, развел лунную краску и все это совсем просто нарисовал. Да и всякий другой рисует. Лунная краска. Да, такая есть. Верно. Я сам читал статью. Забыл только в какой газете. А публика валит. В восторге зрителей переходит в какую-то молитвенную тишину, слышны только вздохи. И разумеется успех Куинжи заключается только в его гениальности. Увлекала в его искусстве введенная им в живопись поэзия. Да, взята была часть поэзии, присущая только живописи. И она без всяких пояснений так могущественно погружала зрителей в свой мир очарований. Всю толпу безразбора и эстетов, и профанов, и знатоков, и уличных зевак всех увлекал Куинжи своим гением. И над всеми царил да то ли у нас невиданно и неслыханно со времен Карла Брюлова. Искусство как таковое, искусство для искусства, теперь перешло уже в такое барокко, что нас ничем уже не привлечь, не удивить оно не в состоянии. Но в то время, когда на первом плане стояла идея, на втором содержание картины, странно было видеть и трудно объяснить, как и почему разглаживались глубокие морщины на многодумных лбах изысканных зрителей. Повисшие к низу серьезные углы рта тянулись вверх в невинную улыбку. И они, эти требовательные строгие судьи, забыв все, отдавались наслаждению созерцания чего же? Как освещена солнцем ветка березы, с какой свежестью окружен воздухом каждый листок и блестят местами капельки росы. Замирали в умилении и не отходили. Современники еще помнят, как на большой морской непрерывная масса карет запружала всю улицу. Длинным хвостом стояла публика на лестнице в ожидании впуска. И на улице по обеим сторонам тротуара терпеливо и долго ждали целые массы, строго наблюдая порядок приближения к заветной двери, куда пускали только сериями, так как зрители могли бы задохнуться от тесноты и недостатка воздуха. Помещение общества поощрения художеств было тогда еще небольшое, вовсе не рассчитанное на такие толпы. Были и тогда люди компетентные, критики беспристрастные, видавшие виды. Они старались разрешить вопрос о достоинстве произведений сего новатора по существу, здраво рассуждая, исходя от незыблемо установленных традиций искусства, хотя это было чертовски трудно, так как Куинджи не подходил никакому кодексу понятий солидных. Какая-то комическая фигура, рассуждали знатоки. Рассказывают, ничему не учится, все отрицает, настоящий гоголевский колдун Патюк сидит на полу, поджавший ноги по-турецки, перед миской с варениками, а вареники ему сами в рот впархивают, как птички, шлепнется тут же в горшок со сметаной прежде, а потом только ждет, пока Патюк рот разинет. И подите же, ведь какую кутерьму заварил? Не угодно ли установить тут здравые понятия? Нам, брат, содержание важно, содержание подавай, бессодержательное искусство мыльный пузырь. К тому же несомненно одно, недостатков масса, рисунок слаб. Композиция? Да никакой композиции, какая-то убогая простота, да наивности. Очевидно, это долго не выдержит, провалится, скоро поймут все, и всем станут ясны эти недочеты. И взбитая ценность и мираж этого ослепляющего фейерверка тю-тю. Особенно, когда краски со временем сдадут, все это погаснет, один чат останется от всего. Да и сейчас, отчего с ума сходить? Ведь ничего особенного, особенного в пластике, моделировке, пятнах, даже отсебятиной пахнет. А об идейной стороне картин и говорить нечего, содержания никакого. Сюжет? Ну, положим, от пейзажа сюжета еще не требуют. Да и то Шишкин, например, всегда с идеей. Помните, на прошлой выставке было «Чем на мост нам идти, поищем лучше броду?» Пусть живописен полусгнивший мост, это живописно, красиво, но и служебная часть искусства не лыком шита, там слышно настроение гражданина. А здесь что же, только свет? И рассуждать не о чем, долго останавливаться даже предосудительно. Но действительно, надо правду сказать, свет так уж свет. Отходить не хочется. Все чего-то ждешь. Черт возьми, наваждение какое-то втягивает. Ну а это что? Луна. Стойте, стойте, какая тишина. Какой глубокий спуск туда, вниз, к реке. Ведь чувствую, что это далеко, темно и неясно. При вон там блестит полосой. Это и есть Днепр? Ну вглядитесь ради Бога, ведь эта рябь на реке трепещет, искрится. Да ведь как тонко. Волночки-то, волночки, это надо в бинокль. Ах, какая прелесть, ну точно живая природа. Ай-ай-ай, а там еще подальше у самого берега, на той стороне замечаете красный огонек? Да это чумаки кашу варят, уху на ужин. Да гоголь, гоголь, знаете ли вы украинскую ночь? А сам автор в это время был завален письмами, вопросами, предложениями. К дому гребенки, на углу шестой линии у рынка, к высокой лестнице квартиры, где жил Куинджи, то и дело подъезжали извозчики с седоками. Эти взбирались по крутой лестнице на самый верх и звонили к колдуну. Наплыв был так велик, что Куинджи вывесил наконец объявление «Никого не принимает». Он до невозможности утомлен был даже милыми, доброжелательными, преданнейшими друзьями. А из этих бывало некоторые влетали к нему совершенно расстроенные, забыть не могут после бессонных ночей от созерцания его картин. Не для красоты рассказа истинная правда. Были такие, которые на коленях умоляли автора уступить им какую-нибудь картину или наконец этюдик его картины. «Пусть художник берет что угодно, они не богаты, но они в рассрочку выплатят ему, сколько он назначит за свой мазок, этюд или набросок, или наконец картинку, хотя бы повторение в малом виде. А один господин «Я» в продолжении целого месяца не отставал от Куинджи, прося отдать ему картину «Ночь на Днепре». Автор дружески образумливал его с большой твердостью в характере. В это время Куинджи до такой полноты одержим был своими художественными идеями, что они сами рвались из него к полотнам. И все это было так разнообразно, так неожиданно ново. Сердце не камень, и автору интересно было показать новые зародыши своего творчества восторженным посетителям, своим старым и новым поклонникам. Чародей уходил за перегородку в мастерскую и, порывшись там, выносил новый холст и ставил на единственный мольберт, стоявший в самой светлой точке всей студии. Мгновенно наступала пауза, торжественная тишина. Иногда слышалось только с каким-то особенным сдержанным вздохом, похожим на стон души. «О!» и водворялась опять живая торжественная тишина. Автор счастливой радостью победы своего гения обводил глазами умиленных поклонников, видел ясно их невольные слезы восторга и сам не мог удержать слез счастья. Так действовали поэтические часы художника на избранных верующих и те жили в такие минуты лучшими чувствами души и наслаждались райским блаженством искусства живописи. Валентин Александрович Серов Родители В конце 60-х годов композитор Александр Николаевич Серов был в полном расцвете своей славы. Юдив, Рогнеда гремели в Петербурге. Все знали, что Серов пишет «вражью силу». И я, случайно встречаясь за общими обедами со студентом Петербургского университета Жоховым, знал, что он пишет для Серова либретто, переделывая Островского «Не так живи, как хочется» по указаниям композитора. Однажды зимою я встретил Александра Николаевича Серова на Среднем проспекте. Он был в шубе и меховой шапке, из-под которой живописно развивались артистические локоны с сильной проседью. Нельзя было не узнать в этой маленькой, но в высшей степени характерной фигурке, часто вызываемого на сцену автора, повсюду распевавшихся тогда излюбленных мотивов Рогнеды и Юдифи. Серов остановился, заинтересованный ребенком на углу. И так нежно склонился и участливо старался быть ему полезным, во всем, как распахнулась меховая шуба, повороте шеи, в руке, положенной мягко на плечика ребенка, был виден артист высшего порядка, с внешностью гения, вроде Листа, Гетте, Вагнера или Бетховена. Я не мог оторваться и по простоте любознательного провинциала разглядывал великого музыканта. Он заметил, глаза его подернулись неземной думой, он прищурил их слегка и взглянул вверх. Он был прекрасен, но мне совестно стало созерцать так близко гения, и я зашагал своей дорогой, думая о нем. Спустя немного времени мне посчастливилось быть представленным Серову на его ассамблее в его квартире в 17-й линии Васильевского острова. Это счастье доставил мне Антокольский, который бывал на вечерах у Серова и много рассказывал об этих высокомузыкальных собраниях, где сам композитор исполнял перед избранными друзьями отдельные места из своей новой оперы «Вражья сила» по мере их окончания. Было уже много гостей, когда мы вошли в просторную анфиладу комнат, меблированных только венскими стульями. Антокольский подвел меня к маститому артисту, вставшему нам навстречу. «А если он ваш друг, то и наш друг», сказал приветливо Серов, обращаясь ко мне. Он был окружен большую свитую по виду весьма значительных лиц. Вот какой-то генерал, вот певец Васильев Второй, вот Кондратьев, это тоже певец, хотя и бездарный, по-моему. Все артисты, тут и Островский бывал, а это молодой красавец с густой черной копной волос, Корсов, певец. Артисты и все гости столпились у рояля, а в повороте стоял другой рояль. Стали подходить и дамы. Чтобы не потеряться в незнакомом обществе, я держался Антокольского и обращался к нему с расспросами о гостях. «Кто это? Какая страшная? Точно католический священник? Глазище-то? А брови черные, широкие? А усики? Кто это?» спрашиваю я Антокольского. «Это Ирен Виардо, дочь Виардо, знаменитой певицы из Парижа. Черное короткое платье и сапоги с голенищами, которые тогда носили нигилисты. А это кто? Но это уж не нигилистка. Какая красивая блондинка с остреньким носиком. Какой прекрасный рост и какие пропорции всей фигуры? Княжна Друцкая тоже нигилистка, но на вечера одевается с шиком, богатая особа и все жертвует на дело. Показалась еще маленькая фигурка восточного типа. «Это хозяйка дома», сказал Антокольский, Валентина Семеновна Серова. «Пойдем, я тебя представлю». Маленькая ростом хозяйка имела много дерзостей насмешки во взгляде и манерах. Но к Антокольскому она обратилась с приветливой родственницей. В мою сторону едва кивнула. Публика все пребывала. Много было лохматого студенчества, не носившего тогда формы. Большей частью серые пиджаки, расстегнутые на красном косом вороте рубахи, сапоги в голенищах, ведь пускают же и таких, а я то как старался. Манеры были у всех необыкновенно развязаны, и студенческая речь бойко взрывалась в разных местах у стен, особенно в следующей комнате, там уже было накурено. Антокольский куда-то исчез. Я понемногу стал на свободе разглядывать квартиру и публику, и думать. Здесь бывали Ге и Тургенев, вот бы встретить. Вернулся в залу, там моего старого льва-композитора уже не было. Я прошел в его кабинет, усланный коврами. И тут он, окруженный, с жаром увлекся в музыкальный разговор, вероятно, все с первостепенными знатоками и артистами, думал я. Какая ученость! Серов мне казался самым интересным, самым умным и самым живым. Он говорил выразительно и с большим восхищением, как жаль, что я ничего не понимаю из их разговора. Но Серов с таким огнем блестящих серых глаз так энергично и поворачивался, и бегал, и жестикулировал, что я залюбовался. Изредка он в виде отдыха поднимал в сторону взор глубокой мысли и напоминал мне первую встречу на улице. «Ах!» он упомянул знакомое имя Гретри. «Гретри музыкант, это прелесть!» восхищался Серов. «Особенно знаете это?» он упомянул какое-то произведение Гретри. «Я не мог этого знать». «Это такой восторг!» говорил он. Я стал внимательно слушать. Биографию Гретри я читал еще в детстве, Чугуеве, и она мне очень памятна. Вспоминаю, Гретри верил, что если в день причастия молиться горячо, то Бог непременно исполнит просьбу. Гретри молился, чтобы ему быть великим музыкантом, и говорилось в повести, Бог его молитву услышал. «Тогда же я решил непременно в день моего причастия молиться Богу, чтобы мне быть знаменитым художником. И я живо припоминаю и нашу осиновскую деревянную церковь и толпу. И как я молился, молился как мог, вероятно, дошел до большого экстаза и попал в грубую толпу, двинувшуюся к причастию перед царскими вратами. Когда толпа в жестких тисках донесла меня уже близко до чаши, и тут надо было сделать последние земные поклоны перед ней, у меня дрожали руки и стучали зубы. Я едва держался на ногах. И вот с этих пор я решил во что бы то ни стало пробиваться в Петербург. Ах, что это я про свое? Надо смотреть. Вот приехал и последний гость, директор оперы, которого Серов поджидал. Скоро зало превратилось в концертную. Александр Николаевич за роялем как-то вдруг вырос, похорошел. Серые космы на голове, как лучи от высокого откатистого лба, засветились над лысоватой головой. Он ударил по клавишам. Проиграв интродукцию, он энергично и очень выразительно стал выкрикивать на короткий распев речитативы действующих лиц. В первый раз я слышал старика композитора, исполняющего свою оперу перед публикой. И мне нисколько не казалось это смешным. Вот и хор девиц с Васей груша. Все было выразительно, увлекательно, понятно от слова до слова. А когда Еремка кузнец опутывал Петра, так просто мороз по коже пробирал. И старик, отец Петра, и пьяненькие мужички, и груша с матерью у печи за блинами, все воображалось живо и необыкновенно сильно. Неприятно только было, что в соседней комнате, густо набитой студентами и нигилистками, и особенно табачным дымом, сначала шепотом, а потом все громче не прекращались страстные споры. Боже, эти люди увлеклись до того, что почти кричали. Наконец, Серов остановился. Он откинул гордо голову и крикнул властно и прозаически, повернувшись к голдящим. «Если вы будете так разговаривать, я перестану играть». Его стали успокаивать. Молодежь замолчала. Ей стало стыдно. Оглянувшись через некоторое время, я увидел, что недалеко от меня стояла хозяйка. Я встал со стула, чтобы уступить ей место. Она посмотрела на меня с презрительной строгостью и, едва сдерживая ироническую улыбку, ушла в область кошмарного табачного дыма и принудительного молчания. На другой день я спросил Антокольского, «Отчего эта хозяйка с насмешкой и презрением отошла от меня, когда я хотел уступить ей свой стул? А это видишь, новая молодежь считает эти светские манеры пошлостью. Девицы и мужчины равны, а это ухаживание их оскорбляет. У студентов брошена давно вся эта средневековая китайщина. Вот как? Будем знать. А я думал, не выпачкана ли у меня физиономия в красках. Но я уж так старался, собираясь на вечер. Не могло быть. Скажи, пожалуйста, она не любит музыку? Продолжал я расспрос о Серовой. Что? Ведь это ее гости так шумели. О, она музыкантша сама и еще неизвестно кто выше. У нее особая мастерская, как она называет. Просто комната и стоит рояль. Вот и вся мастерская. Да ведь в их квартире так много комнат. Но это ему мешает. Музыкантам невозможно вместе работать. Друг друга сбивать будут. Притом он старик раздражительный. А она и волосы стрижет. Форменная нигилистка. О, какой она правдивый и хороший человек. В то время я и в мыслях ничего не мог держать о живописце Валентине Серове и не знал, есть ли он на свете. Впоследствии, глядя иногда на Валентина, видя его серые глаза, я находил огромное сходство с глазами отца. Но какая разница, какая противоположность характеров. Отец любит внешний эффект. Он романтик, его восхищает даже его собственная внешняя талантливость, живость, блестящее образование, красивая культурная речь, как блестками трогавшая фразами других языков. Он много знал, любил свои занятия и красовался ими. А сын его Валентин всю жизнь держал себя в шорох и на мунштуке, не дозволяя себе никаких романтических выходок. Все это казалось ему пошлостью. Он не терпел в себе и в других ни малейшего избитого места, ни в движениях, ни в разговоре, ни в живописи, ни в сочинении, ни в позах своих портретов. Я забыл сказать, на вечере тогда, окруженный своими поклонниками, Серов главным образом рассказывал свои впечатления о Венском съезде музыкального мира по случаю столетия со дня рождения Бетховена. Он был командирован туда русским музыкальным обществом. Был принят там с большим почетом, так как кроме личных знакомств с разными величинами музыкального мира, он имел еще очень солидные рекомендации от великой княгини Елены Павловны, своей большой покровительницы и поклонницы, к общей зависти всей администрации подведомственных ей учреждений. Сколько было по его адресу сплетен и оскорбительных пасквилий, но он очень дорожил своими визитами ко двору ее высочества. Любил и умел быть представительным и по чину своему действительного статского советника и по образованию, манерам и, наконец, по внешности придворного артиста николаевских времен. Фестивали и торжества, которые так умеют использовать немцы, произвели на Серова огромное впечатление. Он показывал всем прекрасную бронзовую медаль с профилем головы Бетховена. Впоследствии эта медаль с особым уважением хранилась у Валентина Александровича. Однако эти великие празднества повлияли на горячую, увлекающуюся натуру Александра Николаевича и тяжело отозвались на его здоровье. Кроме того, будучи издателем и редактором журнала «Музыка и театр», при своей горячности и живом кипении он реагировал на все нападки и лично на него и на его высокоэстетическое направление. Александр Николаевич выходил из себя и в свои пятьдесят лет горел как самый задорный юноша. Я встретил потом Валентину Семеновну, кажется, в мастерской Антокольского. Она уже не казалась столь резко выраженным типом нигилистки сугубого закала. И с большим чувством преклонения перед Серовым, горевало, что с самого приезда из Вены здоровье его пошатнулось. Там при своей непоседливой взвинченности он совершенно забывал о себе. И иногда весь день питался только кофе и мороженым. И всем этим он расстроил там свои нервы до того, что теперь решительно не знали, как к нему подойти. Так тяжела, так невозможно становилась жизнь. Ее спасала только своя мастерская, куда она уходила всякую свободную минуту и где отдавалась музыке. Она изучала классиков и сама пробовала сочинять, что и сказалось впоследствии в ее музыкальных произведениях Уриэль Акоста и другие. Кроме того, по кодексу круга нигилисток, которому она серьезно относилась и строго принадлежала, она изучала с особым усердием запрещенную тогда литературу и нашу могучую публицистику того времени Чернышевский, Писарев, Добролюбов, Шелгунов, Антонович и другие. Молодежью 60-х годов все это схватывалось на лету. Авторитеты свергались и все веровали тогда только в авторитеты Бюхнера, Малешота, Фейербаха, Милля, Лассаля, Смайльса и других. Ах, сколько было насмешек со стороны ретроградов, эстетов, сколько рассказов, анекдотов о коммунах. Особенно забавен был рассказ об обряде посвящения молодой провинциальной поповны или светской барышни в орден нигилисток. Молодая, здоровая, с пышными волосами, большей частью провинциалка, большей частью дочь священника, робко, с благоговением переступала порог заседания организационного комитета. И там новопоступающие предлагались три вопроса в торжественной обстановке с мрачными таинственными свидетелями. Исполнитель обряда обрезания косы острыми ножницами был близко. Обряд был очень краток, надо было ответить на три вопроса. Первый вопрос. Отрекаешься ли от старого строя? Ответ. Отрекаюсь. Второй вопрос. Проклинаешь ли Коткова? Ответ. Проклинаю. Третий вопрос. Веришь ли в третий сон Веры Павловны? Из романа «Что делать?» Чернышевского. Фантастическое видение будущих форм жизни. Ответ. Верю. Острые ножницы производили резкий энергичный звук, чик, и пышная коса падала на пол. Смерть отца Серова. В своих материалах к биографии Валентина Александровича Серова я буду описывать просто и правдиво только те факты, которые врезались в моей памяти. Даты совсем опускаю, так как их у меня нет. Искать и устанавливать время происшествий дело нелегкое. Я за него не берусь, времени не имею. Продолжаю. Однажды Аполлон Николаевич Майков, через братьев Праховых, подружившийся тогда с художниками, обещал прочитать у Антокольского свое новое произведение «Бальдур». Ему хотелось знать впечатление от его труда в тесном кружке, большей частью художников, которым он интересовался. В восьмом часу вечера собрались Мстислав Викторович Прахов, Павел Александрович Висковатов и я с хозяином пять человек. Ждали еще Серову с Друцкой, но их не было и решили чтение начать, так как были слухи, что Серов не совсем здоров. Началось превосходное артистическое чтение пьесы, как умел читать только Майков. В самом подъеме скандинавской поэмы сильный звонок прервали. Антокольский побежал и быстро вернулся совершенно убитый и задыхающийся, страшно побледневший. Какое несчастье лепитал он, Александр Николаевич Серов умер. Сейчас. Вдова просит прийти. Пойдемте. Мы быстро собрались, летели и скоро уже переступали порог кабинета маститого композитора. Вечная страшная тайна. Казалось, он спит, разбросавшийся, успокоившись наконец от сновидений. Да, вот здесь, опираясь на этот самый диван коленом, Серов восхищался в тот вечер Гре-3 и тот же ковер на полу. Комната была хорошо освещена, страшно, жутко, а отчего? Это он, и ничего страшного, ну точно спит, даже неловко стоять и глядеть на него. Живописно, картинно освещены белье, одеяло, подушки, и все в красивом беспорядке, будто кто заботился об общей картине. И как жаль, все мы были так поражены, убиты, и мне не пришло в голову зарисовать эту красивую смерть, а стоило. Это лежал герой классических картин, да, это никто другой, как великий музыкант-композитор. Голова освещалась великолепно, с тенями, как рассыпались волосы по белой большой подушке. Ворот рубашки расстегнут, видна грудь, он обладал еще хорошим телом, и рука так пластично легла, какая маленькая ручка, и как он играл так бойко, такими коротенькими пальчиками. Мы поздно разошлись и долго провожали друг друга, чтобы сколько-нибудь рассеять удручающее настроение. Были мы и на похоронах, несли на руках гроб до самой Александра-Невской лавры. Детство Валентина Александровича Серова Вскоре Антокольский сообщил мне, что Валентина Семеновна Серова желает заказать мне портрет ее мужа. В назначенный час я явился в знакомую квартиру Серова, и меня с самого порога охватила тоска вымороченности. Кажется, все кончено в этом доме, как в аду Данте. В небольшой столовой сидела хозяйка-вдова, постаревшая за это короткое время до неузнаваемости, около нее княжна Друцкая, одетая черной нигилисткой, еще какая-то скромная особа и мальчик лет четырех. Пили чай, и меня пригласили сесть к столу. Атмосфера горя и скуки была до того убийственна, что хотелось вырваться и выбежать поскорее на улицу. Но я сел. Валентина Семеновна стала извиняться, что напрасно меня обеспокоила. Портрет уже взялся писать Николай Николаевич Ге. Ге был другом покойного и хорошо его помнит. Да-да, я был рад, что скоро могу уйти из этой юдоли печали. Но мальчик, освоившись после нескольких минут с присутствием незнакомого, стал продолжать свои шалости. Он бойко прыгал по диванам, стульям и всем весело заглядывал в глаза, дергая за полы или рукава. Словом, всеми силами хотел произвести бурю в этой застоявшейся тишине. В другое время я подумал бы, какой невоспитанный ребенок, ну что из него будет, какой дерзкий избалованный, уж он теперь мнит, что все мы тут сидим только для его шалости, чувствует себя самым старшим и даже презирает всех. И как умно и интересно глядит иногда, остановившись на чем-нибудь своими серо-голубыми глазами. Тоня, Тоня, ну что подумает о тебе господин Репин, как ты шалишь, видали вы когда-нибудь такого шалуна, сказала, обращаясь ко мне, Валентина Семеновна. Но я был счастлив, что этот шалун хоть малость разбил густую атмосферу тоски. И мне все больше нравился этот свежий, розовый, с очень белокурыми локончиками милый мальчик. Он и не думал стесняться моим присутствием. После предисловия матери он быстро подскочил ко мне и очень дерзко, весело и ясно взглянул мне в самую душу своими серыми блеснувшими глазами. Ого, что за чудо подумал я. Какой знакомый взгляд. А, это взгляд отца. Как он похож глазами. Как он тогда взглядывал вверх. Верный характером будет такой же подвижный, мелькнуло у меня. Но я ошибался. Валентин Александрович Серов был в жизни полная противоположность своему отцу. Впоследствии, наблюдая его близко, я много удивлялся сосредоточенности и молчаливости Валентина Серова. Его молчаливость и особенно своеобразно красноречивое определение достоинств в искусстве, часто одним только каким-нибудь кивком, поворотом, наклоном головы, коротким жестом, по-отцовски короткой руки, и особенно взглядом своих выразительных веселых глаз, так много говорили, разрешали такие крупные споры, иногда даже писавшие об искусстве ждали этих бессловесных решений, как манны небесной, и только им и верили, теряясь в определении своих личных новых впечатлений. исключительно огромной просвещенностью в деле искусства обладал весь тот круг, где Серова посчастливилось с детства вращаться. И то значение, какое имел для искусства его отец, и та среда, где жила его мать, все способствовало выработке в нем безупречного вкуса. Серов отец дружил с Рихардом Вагнером и еще с Прововецкой скамьи, вместе с тогдашним закадычным своим другом Владимиром Стасовым. Знал весь наш музыкальный мир, Глинку и других. Словом, не бестакность сказать хоть вкратце, какая традиция высот искусства окружала Серова уже с колыбели. И все это бессознательно и глубоко сидело в его мозгу и светилось оттуда вещью мыслью. И свет этот не могла победить никакая поверхностная пыль ходячих эффектов последних слов. Она смирялась, пораженная глубиной этих немых определений, подхватывала, прятала в свой портфель присяжного критика и долго утилизировала этот взгляд в своих разглагольствованиях о художестве. Да, пребывание с самого детства в просвещенной среде незаменимый ресурс для дальнейшей деятельности юноши. Например, разве можно в зрелых годах изучать языки до свободы говорить на них? На мою долю выпала большая практика наблюдать наших молодых художников, не получивших в детстве ни образования, ни идеалов, ни веры в жизнь и дело искусства. Несмотря на их внешние способности, здоровье, свежесть, в их случайных, более чем никчемных трудах, не было света, не было жизни, не было глубины, если они не учились, усиленно развивая себя. Если они посягали на создание чего-нибудь нового, выходил один конфуз. Юный художник-ученик Когда Серова приехала к нам в Париж с сыном Тони, ему было лет девять, но он уже занимался в Мюнхене у некоего немецкого художника. Так как с раннего детства выражал страстное влечение к искусству, постоянно и настойчиво просился учиться живописи. Они поселились недалеко от нас, на бульваре Клеши, и Валентин не пропускал ни одного дня занятий в моей мастерской. Он с таким самозабвением впивался в свою работу, что я заставлял его иногда оставить ее и освежиться на балконе перед моим большим окном. Были две совершенно разные фигуры того же мальчика. Когда он выскакивал на воздух и начинал прыгать на ветерке, там был ребенок. В мастерской он казался старше лет на десять, глядел серьезно и взмахивал карандашом решительно и смело. Особенно не по-детски он взялся за схватывание характера энергическими чертами, когда я указал ему их на гипсовой маске. его беспощадность в ломке не совсем верных законченных уже им деталей приводила меня в восхищение. Я любовался зарождающимся геркулесом в искусстве. Да, это была натура. В Париже в восьмидесятых годах прошлого столетия на высотах Монмартра в одном сите художники свили себе гнездо. Там жили Клерен, друг Риньо, Бастьен Лепаш, Карьер, Наш Пахетонов и другие. Собирались, рассуждали. Главным и несомненным признаком таланта они считали в художнике его настойчивость. При повышенном вкусе он так впивается в свой труд, что его невозможно оторвать, пока он не добьется своего. Иногда это продолжается очень долго, форма не дается, но истинный талант не отступит, пока не достигнет желаемого. Более всех мне известных живописцев Серов подходил под эту примету серьезных художников. На учеников своих он имел огромное влияние. Небольшого роста, с виду простоватый и скромный, он внушил ученикам особое благоговение до страха перед ним. Самые выдающиеся и закончивших курс в Московском училище живописи, вояния и зодчества приезжали, как и теперь, в Академию художеств на состязание с нашими учениками, кончающими здесь. Серовские почти все поступали ко мне, и они с гордостью группировались особо. Валентин Александрыч, Валентин Александрыч не сходило у них с языка. И в работах их сейчас же можно было узнать благородство Серовского тона, любовь к форме и живую изящную простоту его техники и общих настроений картины, хотя бы и в классных этюдах. Все произведения Серова, даже самые неудачные, не доведенные автором до желанных результатов, суть большие драгоценности, уники, которых нельзя ни объяснить, ни оценить достаточно. Вот для примера его Ида Рубинштейн. В цикле его работ эта вещь неудачная, об этом я уже заявлял и устно и даже печатно, но как она выделялась, когда судьба забросила ее на базар дикаденщины? Валентин Серов был одной из самых цельных особей художника-живописца. В этой редкой личности гармонически в одинаковой степени сосредоточились все разнообразные способности живописца. Серов был еще учеником, когда этой гармонии не раз удивлялся велимудрый жрец живописи Чистяков. Награжденный от природы большим черепом истинного мудреца, Чистяков до того перегрузился теориями искусства, что совсем перестал быть практиком-живописцем и только вещал своим самым тверским простонародным жаргоном все тончайшие определения художественной жизни искусства. Чистяков повторял часто, что он еще не встречал в другом человеке такой меры всестороннего художественного постижения в искусстве, какая отпущена была природой Серову. И рисунок, и колорит, и светотень, и характерность, и чувство цельности своей задачи, и композиция, все было у Серова и было в превосходной степени. Его искусство Разумеется, во всех искусствах вся суть во врожденности. Родятся люди с дивным голосом, разве возможно произвести его искусственно? Некоторые имеют красивый почерк, обворожительные глаза, чарующий тембр голоса, все сие суть дары природы, и никаким школам нельзя сравниться с истинным талантом, и никакими доктринами невозможно сделать господствующей школу искусства, если она не будет состоять из собрания истинных талантов. Искусство серого подобно редкому драгоценному камню. Чем больше вглядываешься в него, тем глубже он затягивает вас в глубину своего очарования. Вот настоящий бриллиант. Сначала, может быть, вы не обратите внимание, предмет скромный, особенно по размерам, но стоит вам однажды испытать наслаждение от его чар, вы уже не забудете их. А эти подделки колоссальных размеров, великолепных оправах, после истинных драгоценностей вам покажутся грубыми и жалкими. Многие критики наши, любители и меценаты, художники и дилетанты, повторяют как установившуюся аксиому, что Серов не был способен написать картину, не дал ни одного законченного произведения в этом самом важном роде. Лишь малая их осведомленность о трудах Серова может оправдать такое заключение. Только близкие, только товарищи художники знают хорошо, что еще мог сделать Серов. Ах, какое глубокое горе, какая невознаградимая потеря для искусства, в таком расцвете силы, молодой, здоровый, увлекающийся труженик. Картины? Да стоит взглянуть на его композиции грандиозной картины коронации Николая Второго, чтобы удивиться особой художественности, какую он так величественно развил. И в движении отдельных, высшей степени пластических фигур, и в ситуации масс и пятен целой картины, и в блеске красок, ослепительно играющих в солнечных лучах, сквозь узкие окна старинного Успенского собора, на действующих персонах торжества в великолепных мундирах, расшитых тяжелым золотом, расцвеченных как цветами яркими лентами разных красок. А самое главное торжество картины — это типичность, живая портретность не только отдельных лиц, но и целых фигур с их своеобразием живых манер. Какая жалость! Этой великой картины почти никто не видел, ибо есть очень мало счастливцев, кому доступен тот футляр в светлейших чертогах царя, где эта акварель темпера тщательно сохраняется. Не знаю, был ли этот альбом выставлен, черновой первый эскиз этой картины составляет собственность Остроухова и хранится в его небольшой, но отборной на редкость по красоте и значению коллекции рисунков в галерее картин в его доме Поварская, Трубниковский переулок, собственный дом. Мне пришлось быть близким свидетелем появления на свет этого дивного создания Серова. Эта акварель темпера писалась в моей академической мастерской, и я видел всю тихую упорную работу молодого гения над своим чудесным созданием. Вот еще особенность Серова. Я только что сказал тихую упорную работу. Да, Серов с самого малого возраста, с 8 лет, уже работал в моей мастерской, потом в Абрамцеве уже лет 16, и теперь все тот же упорный до самозабвения, долгий до потери сознания времени, но всегда художественно свежий живой труд. А зрителю кажется, что все это сделано с маху в один присест. Вспоминаю, Поленов много раз удивлялся, как это Серов не засушивает своих вещей, работая над ними так долго. Например, голова Зины Якунчиковой писала символия месяца, а имела вид, будто написана в два-три дня. Но я отвлекся от грандиозной картины. Она светится, шевелится, живет и сейчас передо мною, стоит только мне закрыть глаза. Она так универсальна по своему художественному интересу, что о ней много можно писать. И, конечно, это писание пером архивная пыль перед жизнью картины. Лица полны психологии и той тонкой характеристики фигур, на какую был способен только Серов. Был свой ритм, была своя манера у каждой личности, несмотря на общий ураган движения, когда группами в порядке установленным церемониалом высочайшие особы двинулись к царским вратам, где государь должен был принять обряд миропомазания. Тяжело облаченное духовенство в новых тяжелых, широких, кованого золота ризах торжественно застыло и ждало его. Все совершалось по-московски, по-старине. И, как всегда у Серова, особую прелесть картины составляет отсутствие пошлости. Наши заурядные художники, а в унисон с ними все любители, о, как это знакомо. При одном только слове о такой официальной теме, как коронация, бегут от нее сейчас же, громко вопят и отпевают художника, уверяя, что это казенная и совершенно не художественная тема, никогда не даст картины, выйдет нечто шаблонное, избитое до скуки. Бедный художник продался. Между тем, именно здесь, на этой теме и обнаружился во всей красе истинный художник громадного таланта. Ко всему этому официальному великолепию Серов подошел живым, любящим человека человеком, потому и все лица вышли у него полны жизни, настроения и красоты пластической. Начиная с бледного лица государя, его удрученности посреди всего пышного торжества, государыни, великого князя Владимира Александровича и других персонажей, все так типичны в движениях своих, все как живые портреты. Мне особенно нравится фигура Жуковского, сына поэта. Так она цельна с присущими ему манерами, поворотом и складом фигуры. Сколько совсем жанровых фигур, и все это множество художественно угаданной величине отношения фигур к фону величавой старины Успенского собора с расписными колоннами составляет особую прелесть пластики и богатого господства в картине. Ни малейшего шаржа, ни намека на карикатурность нигде не вкралось в картину. Особо требовательный зритель при взгляде на эту картину, я уверен сейчас же выпалит. Да ведь это не окончено. Да, милостивый государь, и какое счастье, что это не окончено. По-вашему не окончено, господин зритель, а по мнению автора окончено. И за это его надо особо благодарить. Сколько надо иметь мужества художнику, чтобы настоять на своем вкусе и не испортить картины по указкам досужих критиков знатоков, повелителей, покупателей и заказчиков, а иногда и самих авторов. В начале 20-го столетия подошло такое время, что картины вообще и особенно со смыслом, как бы они ни были живы, не требовались более, их обходили чуть не презрением. Чуткие художники перестали вдруг интересоваться картинами, композициями и скоро перешли к художественным кускам картин или этюдам. Это было и легче, и продуктивнее, а главное и тут мода. Отрицать картину доглумления над нею было явным признаком нового направления и правом нового поколения начинать новую школу. Серов был сам по себе и по своему художественному складу ближе всех подходил к Рембрандту. Серов с самого малого возраста носил картины в своей душе и при первой же оказии принимался за них, всасываясь надолго в свою художественную идею по макушку. Первую свою картину он начал в Москве, живя у меня в 1878 79 годах. На уроке по наукам, за что надо принести благодарность его заботливой матери Серовой, ему надо было ходить от девичьего поля Зубова к каменному мосту на Замоскворечье. Спустившись к Москве реке, он пленился одним пролетом моста, заваленным по-зимнему всяким хламом вроде старых лодок, бревен от шлюзов и прочим. Сани и лошади ледоколов подальше дали ему прекрасную композицию, и он долго-долго засиживался над лоскутом бумаги, перетирая его до дыр, переходя на свежие листки, но неуклонно преследуя композицию своей картины, которая делалась довольно художественной. Днем в часы досуга он переписал все виды из окон моей квартиры, садики с березками и фруктовыми деревьями, построечки к домикам, сарайчики и весь прочий хлам до церквушек вдали. Все с величайшей любовью и невероятной усидчивостью писал и переписывал мальчик Серов, доводя до полной прелести свои маленькие холсты масляными красками. Кроме этих свободных работ я ставил ему обязательные этюды. Неодушевленные предметы эти этюды хранятся у меня. Первый поливанный кувшин, калач и кусок черного хлеба на тарелке. Главным образом строго штудировался тон каждого предмета. Калач так калач, чтобы и в тени и в свету и во всех плоскостях, принимавших рефлексы соседних предметов, сохранял ясно свою материю калача. Поливанный кувшин коричневого тона имел бы свой гладкий блеск и ничем не сбивался на коричневый кусок хлеба пористой поверхности и мягкого материала. Второй этюд изображает несколько предметов почти одного тона. Крем череп человека с разными оттенками кости в разных частях и на зубах, ятаган, рукоять которого оранжевой кости, несмотря на все отличие от человеческой, все же твердая блестящая кость. Она хорошо гармонирует с темной сталью лезвия ятагана и красными камнями. И все эти предметы лежат на бурнусе из шерстяной материи с кистями, которые весь близко подходит к цвету кости и отличается от нее только совершенно другой тканью, плотностью и цветом теней. Эти этюды исполнены очень строго и возбуждают удивление всех заезжающих ко мне художников. Третий этюд, один из последних, я порекомендовал ему исполнить более широкими кистями. Машистия он висит в моей гостиной. Изображает он медный таз, чисто вычищенный, обращенный дном к свету. На дне, в его блестящем палевом кругу, лежит большая сочная ветка винограда Изабелла и делает смелое темно-лиловое пятно на лучистом дне таза с рукоятью для варки варенья. У меня хранится еще этюд Серова с головы артиста Васильева Второго. Когда он писал портрет своего отца в моей мастерской, он, чтобы поддержать себя реальной формой, написал этот этюд с Васильева в повороте и освещении фигуры своего отца. В это время он уже был под влиянием Чистякова, так как в Академии художеств главным образом слушался его. Эта живопись резко отличается от той, которая следовала моим приемам. Мой главный принцип в живописи – материя как таковая. Мне нет дела до красок, мазков и виртуозности кисти. Я всегда преследовал суть, тело так тело. В голове Васильева главным предметом бросаются в глаза ловкие мазки и разные несмешанные краски, долженствующие представлять колорит. Есть разные любители живописи, и многие в этих артистических домонерности мазках души не чают. Каюсь, я их никогда не любил. Они мне мешали видеть суть предмета и наслаждаться гармонией общего. Они по-моему пестрят и рекомендуют себя как трескучие фразы второстепенных лекторов. Какое сравнение с головой, которую он написал с меня. Теперь это собственность музея Цветкова. Там высокий тон, там скрипка сарасаты. Главное сходство Серова с Рембрандом было во вкусе и взгляде художника на все живое. Пластично, просто и широко в главных массах, главное же родственны они в характерности форм. У Серова лица фигуры всегда типичны и выразительны до красивости. Разница же с Рембрандом была во многом. Рембранд более всего любил гармонию общего и до сих пор ни один художник в мире не сравнялся с ним в этой музыке тональностей. В этом изяществе и законченности целого. Серов же не вынашивал до конца подчинение общему в картине и часто капризно, как неукротимый конь, дерзко до грубости выбивался к свободе личного вкуса и из страха перед банальностью делал нарочито неуклюжие оляповатые мазки, широко и неожиданно резко, без всякой логики. Он даже боялся быть виртуозом кисти, как несравненный Рембрандт, при всей своей простоте. Серов возлюбил почему-то мужиковатость мазков, местами до прозаичности. Еще различие. Рембрандт обожал свет. С особым счастьем купался он в прозрачных тенях своего воздуха, который неразлучен с ним всегда, как дивная музыка оркестра, его дрожащих и двигающихся во всех глубинах согласованных звуков. Серов никогда не задавался световыми эффектами как таковыми. И в коронации, и в дивном портрете великого князя Павла Александровича он разрешал только подвернувшуюся задачу солнца, не придавая ей особого значения и при своем могучем таланте живописца справлялся с ней легко и просто. Продолжаю еще немного о неусыпном с самой юности влечении Серовского таланта к картине. Закончив свою композицию под каменным мостом в рисунке довольно тонком и строгом, он перешел к жанровому сюжетцу, к уличной сценке наших хамовнических закоулков. Мальчик из мастерской, налегке перебежав через дорогу по уже затоптанному снегу, ломится в дверь маленького кабачка с характерной вывеской на обеих половинах обшарпанной двери на блоке. Извозчик, съежившийся поджав руки, топчется на месте отморозца. Его белая лошадка чудо-колорита по пятнам, которыми она не уступает затоптанному и заезженному снежку, а в общем тоне прекрасно выделяется своей навозной теплотой. Несмотря на первопланность своего положения в картине, извозчик скромно уступает мальчишке первенство, и героем маленькой картинки поставлен заморажка. По выше двери уже зажжен фонарь, дело к вечеру. Еще мальчиком Серов не пропускал ни одного мотива живой действительности, чтобы не схватиться за него оружием художника. Гораздо позже, путешествуя по Днепру, по местам бывших запорожских сечей, указанных мне Костомаровым, мы вместе переправлялись на остров Хортицу на пароме. Пристань Хортицы оказалась прекрасной ровной площадью палевого песку, жарко нагретого солнцем. Кругом невысокие гранитные темно-серые скалы, дальше кустарник и голубое-голубое небо. Мы долго бродили по Хортице, казавшейся нам выкованной из чистого палевого золота с лиловыми тенями, слепившего нам глаза на раскаленном солнце. Это впечатление создавали густо покрывавшие большие пространства палевые и мартели. Осматривали мы старые, уже местами запаханные колонистами запорожские укрепления. Пили у колонистов пиво, устали изрядно. Но на другой день, как только мы оправились, я увидел, что Валентин уже компонует характерную сцену из жизни запорожцев. Со мною были две прекрасно излюбленные нами книжки Антоновича и Драгоманова «История казачества в южно-русских песнях и былинах». Мы зачитывались эпосом Украины, и Серов, пробыв в Киевской гимназии около двух-трех лет, уже прекрасно смаковал суть украинского языка. Но не думайте, что он взял какую-нибудь казенную сцену из прочитанного. Его тема была из живой жизни лыцарей, как будто он был у них в сараях-лагерях и видел их жизнь во всех мелочах обихода. Действие происходит на песчаной пристани парома Кичкас, так слепивший нас вчера. Запорожцы привели сюда купать своих коней. И вот на блестящем стальном Днепре при тихой и теплой погоде многие кони подальше от берега уже взбивают густую белую пену до небес. Голые хлопцы барахтаются, шалят в теплой воде до упоения, балуясь с лошадьми. Вдали паром движется на пышущем теплом воздухе. Таков фон картины. Самую середину занимает до чрезвычайности пластическая сцена. Голый запорожец старается увлечь в воду своего черта, а этот взвился на дыбы с твердым намерением вырваться и унестись в степь. Конь делает самые дикие прыжки, чтобы сбить казака или оборвать повод, а казак въехал по щиколотку в песок цепкими пальцами ног и крепко держит веревку, обмотав ее у дюжих кулаков мускулистых рук. Видно, что не уступит своему черному скакуну. Солнечные блики на черной потной шерсти лошади по напряженным мускулам и по загорелому телу парубка создавали восхитительную картину, которой позавидовал бы всякий баталист. Серов очень любил этот сюжет и после в Москве у меня он не раз возвращался к нему то акварелью, то маслом, то в большем, то в меньшем виде, разрабатывая эту лихую картину. Кажется, у Остроухова есть один вариант этой темы. Без достаточного основания как-то установилось мнение, что Серов не владел картиной и не любил ее. И мне хочется поведать еще об одной картине Серова, которой не суждено было явиться на свет. Ее видели только заказчики, ученая комиссия от Московского исторического музея. На одной из стен музея администрации решено было изобразить Куликово поле, победу Дмитрия Донского. С этим заказом обратились к Серову. Серов принялся за фреску с большим подъемом, был сделан эскиз и картина была уже начата. Комиссия заказчиков пожелала видеть, что изображал художник. Тут и обрывается все разом. Я слыхал только, что после посещения комиссии Серов явился на другой день к председателю музея и объявил, что он от заказа картины сей отказывается. Я очень боюсь, что комиссия не поняла оригинальной композиции художника и дело расстроилось к большому убытку для искусства. Серов всегда так нов, правдив и художествен, что его надо знать, любить и только тогда зритель поймет, оценит его и будет в больших барышах. Но для такого отношения надо быть исключительным любителем. Наши заказчики и особенно ученые книжные люди полны столь излюбленными банальностями исторического искусства. Требования их установлены традиции отживших уже вкусов. А главное, с прозаической обстоятельностью они требуют выполнения таких невозможных мелочей, такой подчеркнутости содержания картины, что истинному художнику угодить им трудно. А Серов, как характер цельного художника, к этому не был способен, и он отказался. Серов, как Толстой, как Чехов, более всего ненавидел общие места в искусстве, банальность, шаблонность. Тут уж он делался неподступен. А сколько нашей даже образованной публики воспитана на обожании банальности, общих мест и избитой ординарности. Например, Виктору Васнецову едва удалось быть определенным к работам во Владимирском соборе. И в период самого большого подъема его художественного творчества в религиозной живописи к нему и комиссия и духовенство относились очень скептически, а в душе, наверное, отворачивались от его глубоких созданий, не понимали их. Эта живость была не ихнего прихода. А когда появились Сведомский и Катарбинский, самые сбитые ординарностью заезженные итальянщины, и когда они, не задаваясь особо, ординарно писали евангельские сюжеты со своих фотографических этюдов, с вялым до слепоты избитым рисунком, с пошлой раскраской кое-как от себя всей картины, духовенство хором запело им Аллилую, и комиссия почувствовала себя спокойно, с полным доверием к художникам, которые так прекрасно потрафили сразу на их вкус. Вот и с самим Виктором Васнецовым, когда он устал от своего религиозного подъема, что требовало больших сил художника, и под обаянием византийцев, изучая их, незаметно переходил почти к механическому копированию их образов и стал повторять уже мертвую византийщину целиком, его особенно стали прославлять за эти холодные работы, и заказы к нему повалили, и его только с этих пор стали считать авторитетом церковного искусства. Замечательно, что теперь даже молодые архитекторы наши настолько увлечены рабским подражанием старым новгородским ремесленникам, что мирятся только с припорохой, тем способом механического нанесения контура, который практикуется иконописцами уже более 500 лет без изменений. А между тем, в тех же новгородских образах можно найти очень ценные уники. Талантливые мастера и тогда выбирались из рутины упадка уже за скорузлой византийской манеры, оживляли свои образа живыми типами воображения. Трогательно было видеть на последней выставке при съезде художников в Академии художеств, как новгородцы живописцы искали типов князей Бориса и Глеба, как угадывали характеры и вносили жизнь в религиозную живопись. Это самое живой струей било и освежало всю первоначальную религиозную живопись Виктора Васнецова. И эти образа составляют истинный ренессанс нашего церковного рода живописи. Валентин Александрович с особенной страстью любил животных. Живо, до нераздельной близости с самим собою, он чувствовал всю их органическую суть. И это выражалось невольно в самом даже малейшем жесте, когда он намеревался представить кого-нибудь из существ животного мира. Свинью ли, коня, медведя или обезьяну хотел он изобразить, он одним намеком заставлял до упаду хохотать от восторга моих детей, для которых Антон был всегда самым желанным гостем и самым авторитетным старшиной для решения всяких недоразумений, неведений и премудростей. Был небольшой заказец от Мамонтова. К басням Крылова сделать несколько иллюстраций из животного царства. Валентин Александрович задумал сделать серию одних контуров. Их, вероятно, можно достать и видеть, и стоит. Они доставляют громадное наслаждение характерностью и важностью своей самости. Прелестные рисунки, я их очень люблю. Также есть детская книжка издания Мамонтова в Москве. Рисунки акварели Серова, дивные вещицы. Но более всего вкладывал он душу в форму и очертания лошади. Тут уж можно забыть все прочее при взгляде на его энергичный карандаш или перо, когда смелый и уверенный штрих его обрисовывает страстную морду на основе красивого черепа лошади. Или бойко хватает трепещущую ноздрю, глубоко органически посаженный глаз. Да, все, все. И передние мыщелки коленок, и постановку груди под шейными мускулами, и ребра, и круп, и хвост, и уши, уши. Ах, как он все это горячо чувствовал. Ибо горячо любил и жил всем сердцем при мысли и чувстве об этих наших меньших братьях. Еще с юности Серов был хороший наездник. В Абрамцеве у Мамонтовых было много верховых лошадей, часто Савва Иванович устраивал кавалькады с гостями. Насчет лошадей было просто, и Серов 15-16 лет не боялся ездить на почти полудиких лошадях. Особенно отличался полусумасшедший молодой конь Копка. Русская авось часто бывает причиной больших несчастья с лошадьми. У нас не в ходу мунштуки, а на одном трензеле некоторых лошадей решительно невозможно удержать и остановить. Всем известно, что наши русские лошади уносят. После какого-нибудь шума, свиста они вдруг входят в раж и несут куда попало без памяти. Я сам поплатился за неведение характера Копки. Наша кавалькада подъезжала к Ходькову монастырю. Из остановившегося поезда богомольцы вышли поклониться гробам родителей преподобного Сергия Радонежского. Узкая улица от полотна до монастыря на протяжении четверти версты была полна идущими прямо среди дороги, заполняя все пространство. Я ехал на Копке, не зная ничего о его нраве. Видел раньше не раз, что Серов на нем ездил совсем благополучно и просто. Раздался оглушительный свист локомотива. Мой Копка вдруг осатанел, взвился и пустился прямо в толпу по узкой уличке. Все мои усилия держать Копку не подействовали. Он уже свалил одного богомольца, вот и другого. Я едва могу кричать. Все оглядываются, взмахивают руками, кричат что-то сумасшедшему седоку, то есть мне, с разными нелестными прилагательными. Я свалил с ног уже человек десяток и старался за один повод направить его на забор дома против улицы. Ничто не брало одурелого скакуна, пока он не ударился грудью об забор. А после под манштуком этот же Копка ходил прекрасно и Серов считал его своим Копкой и особенно любил и часто ездил на нем даже на одном трензеле. Он, Тоня, еще донашивал тогда свою серую гимназическую шинель из Киева. Мы только что сделали большое путешествие по Днепру, по Керченским Солончакам, были в Одессе, Севастополе, Бахчисарае, где также ездили верхами в Чуфут-Кале. Как отставной гимназист, Тоня отпорол от своего серого форменного пальто ясные пуговицы и пришил какие-то штатские. Вспоминается черта его характера, он был весьма серьезен и органически целомудрен. Никогда никакого цинизма, никакой лжи не было в нем с самого детства. В Киеве мы остановились у Мурашка, учредителя киевских рисовальных классов, моего академического товарища еще по головному классу. Вечером пришел один профессор, охотник до фривольных анекдотцев. «Господа», заметил я разболтавшимся друзьям, «Вы разве не видите сего юного свидетеля? Ведь вы его развращаете». «Я не развратим», угрюмо и громко сказал мальчик Серов. Он был вообще молчалив, серьезен и многозначителен. Это осталось в нем на всю жизнь, и впоследствии уже взрослым молодым человеком Серов, кажется, никогда не увлекался ухаживанием за барышнями. О нем недопустима мысль заподозрить его в разврате. В Абрамцеве у Мамонтова жилось интересно, жизненно весело. Сколько было племянниц и других подростков всех возрастов во цвете красоты. Никогда Антон, как его прозвал Сережа Мамонтов, не подвергался со стороны зрелых завсегдатаев подтруниванию насчет флирта. Его не было. И, несмотря на неумолкаемо произносимое имя Антон, милыми юными голосами, все знали, что Антон не был влюблен. Исполняя всевозможные просьбы очаровательных сверстниц, он оставался строго корректным и шутливо суровым. Ничто его не брало. И как-то неожиданно он женился и стал вдруг серьезным хозяином своей семьи. И женился он совсем в другом кругу, неизвестном мамонтовскому обществу. И принят был опять без смешков и упреков по-прежнему. Его убеждения Человек без убеждений пусть и льга, без принципов он ничтожная никчемность. Даже и при большом таланте беспринципность понижает личность художника. В нем чувствуется раб или потерянный человек. Серов был человек глубоко убежденный. Никогда почти не высказываясь и не заявляя с пеной у рта своего возмущения чужими грехами, он давал чувствовать всем соприкасавшимся с ним, что ему незнакома сделка с совестью. Несмотря на все выраженные неоднократно пожелания Академии художеств иметь его профессором руководителем в высшем художественном училище, он ставил ей невыполнимые условия, словом, всячески отказывался. А впоследствии он подал даже заявление в общее собрание Академии художеств об исключении его из числа действительных членов Академии, когда обнаружилось ее безразличное отношение к своей автономной традиции. Выход этот он совершил нелегко. Он даже обратился ко мне с письмом, убеждая разделить его решение. Из других источников я знал, что он был не совсем прав. Мне особенно жаль было терять его из круга академиков. Я спорил с ним и советовал не выходить. После этого случая и нескольких настойчивых защит своего выхода он почти прервал со мною всякие отношения и вышел. Три крупных имени вышли из состава академиков действительных членов Академии художеств. Первый Поленов еще при самом уставу. Впрочем Поленов формально не заявлял о своем выходе, но отказался поступить в профессора руководители и никогда не посещал общих собраний академии. Второй Воснецов решительно и бесповоротно заявил о своем выходе потому, что администрация Академии художеств не сумела предупредить митинга учеников, которые ворвались в академические залы, когда их разогнали и вытеснили отовсюду. В залах Академии художеств в это время были выставлены картины Васнецова, его полная выставка. Васнецов не мог перенести неуважение политически возбужденной толпы к искусству, поставив это упреком Академии и вышел из ее состава. Серов также упрекал Академию, но совсем в другом, в недостатке уважения к политическим интересам пробудившейся жизни русского общества. Из окон Академии художеств он был случайным зрителем страшной стрельбы в толпу на пятой линии Васильевского острова. Атака казаков на безоружный народ произошла перед его глазами, он слышал выстрелы, видел убитых. С тех пор даже его милый характер круто изменился. Он стал угрюм, резок, вспыльчив и нетерпим. Особенно удивили всех его крайние политические убеждения, появившиеся у него как-то вдруг. С ним потом этого вопроса избегали касаться. Нередко приходилось слышать со стороны. Скажите, что такое произошло с Серовым? Его узнать нельзя? Желчный, раздражительный, угрюмый стал. Ах да, разве вам не известно? Как же? Он даже эскиз этой сцены написал. Ему довелось видеть это из окон академии 9 января 1905 года. Из училища живописи, ваяния и зодчества Серов вышел также по причинам независящим. Губернатором или градоначальником, не помню, не было допущено к занятиям в училище талантливая ученица по скульптуре Голубкина, о которой, как одоровитой художнице, хлопотал в училищном совете Серов. Получив этот отказ губернатора, училищный совет был смущен, но в конце концов подчинился. И когда решено было подчиниться велению начальства, Серов сказал, что он не может оставаться в училище, где по своему усмотрению градоначальник или губернатор может исключать лучших учеников. И вышел. Дописывая эти строки, сознаю, как они неинтересны, но что делать? Не выдумывать же мне романа, да еще о таком памятном всем замечательном художнике. Льюис в своей биографии Гетте говорит, если Гетте интересно писал, это неудивительно, он гораздо интереснее жил. Жизнь его была как-то универсально фантастична. В душе русского человека есть черта особого скрытого героизма. Это внутри лежащая глубокая страсть души, съедающая человека, его житейскую личность до самозабвения. Такого подвига никто не оценит, он лежит под спудом личности, он невидим. Но это величайшая сила жизни, она двигает горами, она делает великие завоевания, это она в Месси не удивила итальянцев. Она руководила Бородинским сражением, она пошла за Мининым, она сожгла Смоленск и Москву, и она же наполняла сердце престарелого Кутузова. Везде она, скромная, неказистое, да конфуза перед собою извне, потому что она внутри полна величайшего героизма, непреклонной воли и решимости. Она сливается всецело со своей идеей, не страшится умереть. Вот где ее величайшая сила, она не боится смерти. Валентин Александрович Серов был этой глубокой русской натурой. Живопись так живопись, он возлюбил ее всецело и был верен ей и жил ею до последнего вздоха. Восторгов, которые переживались его душою от своей возлюбленной, нам никогда не узнать. Они так дороги были художнику, то огорчениями от неудач, то ярким счастьем от исполненных желаний, откровение нового в своей возлюбленной озаряло его таким светом радости блаженства. К жизни он относился уже прозаично. Так ли, этак ли, не все ли равно. Все проза и все это неважно и неинтересно. И вот что неинтересное только и доступно нам сейчас. Что же можно писать об этом, да еще печатать? Русскому подвижнику не сродно самодовольство, оно его конфузит. Царь Петр Великий не мог перенести даже роли русского царя, передал ее рамадановскому, чтобы свободно подтрунивать над нею и увлекался делом до самозабвения. Роли самодовольных героев умеют использовать немцы. Лем в дворянском гнезде, когда ему удалось наконец произвести, как ему показалось нечто, сейчас же стал в позу и сказал патетически «Да, это сделал я, потому что я великий музыкант». Чувствовалось в Серове некоторая таинственность сильной личности. Это осталось в нем на всю жизнь. Из моих общений с Львом Николаевичем Толстым Лев Николаевич Толстой, как грандиозная личность, обладает поразительным свойством создавать в окружающих людях свое особое настроение. Где бы он не появился, тотчас выступает во всеоружии нравственный мир человека и нет более места никаким низменным житейским интересам. Для меня духовная атмосфера Льва Николаевича всегда была обуревающей, захватывающей. При нем, как загипнотизированный, я мог только подчиниться его воле. В его присутствии всякое положение, высказанное им, казалось мне бесспорным. Его трактаты известны, касаться их я не буду. Здесь я попытаюсь сообщить только несколько эпизодов внешнего, бытового характера его жизни, близким свидетелем которых мне посчастливилось быть. В Москве его первое появление. В 1880 году в Москве в Большом Трубном переулке в моей маленькой мастерской под вечер все вдруг приняло какой-то заревый тон и задрожало в особым приподнятом настроении, когда вошел ко мне коренастый господин с окладистой серой бородой, большеголовый, одетый в длинный черный сюртук. Лев Толстой. Неужели? Так вот он какой. Я хорошо знал только его портрет работы Крамского и представлял себе до сих пор, что Лев Толстой очень своеобразный барин, граф, высокого роста, брюнет и не такой большеголовый. А это странный человек, какой-то деятель по страсти, убежденный проповедник. Заговорил он глубоким, задушевным голосом. Он чем-то потрясен, расстроен, в голосе его звучит трагическая нота, а из-под густых грозных бровей светятся фосфорическим блеском глаза строгого покаяния. Мы сели к моему дубовому столу, и казалось, он продолжал только развивать давно уже начатую им проповедь о вопиющем равнодушии нашим ко всем ужасам жизни. К ним так привыкли мы, не замечаем, сжились и продолжаем жить, и преступно подвигаемся по отвратительной дороге разврата. Мы потеряли совесть в нашей несправедливости к окружающим нас меньшим братьям, так бессовестно нами порабощенным и постоянно угнетаем их. И чем больше он говорил, тем сильнее волновался и отпивал стаканом воду из графина. На столе уже горела лампа, мрачное таинственное предвестие дрожало в воздухе. Казалось, мы накануне страшного суда, было и ново и жутко. Когда он поднялся уходить, я попросил позволения проводить его до их квартиры, четверть часа ходьбы. Прощаясь, он предложил мне по вечерам, по окончании моей работы, заходить к ним для предобеденной прогулки, когда я буду свободен. Эти прогулки продолжались почти ежедневно, пока толстые жили в Москве, до отъезда в Ясную Поляну. По бесконечным бульварам Москвы мы заходили очень далеко, совсем не замечая расстояний. Лев Николаевич так увлекательно и так много говорил. Его страстные и в высшей степени радикальные рассуждения взбудораживали меня до того, что я не мог после спать. Голова шла кругом от его беспощадных приговоров отжившим формам жизни. Но самое больное место для меня в его отрицаниях был вопрос об искусстве. Он отвергал искусство. А я, возражаю ему, готов примкнуть к огромному большинству нашего образованного общества, которое ставит вам в упрек ваше отстранение от себя особенно этого прекрасного дара Божьего. Ах, этот упрек! Он похож на детские требования от няни непременно рассказать ту самую сказку, что няня вчера рассказывала. Знаете, непременно эту, знакомую, новой не надо. Я знаю, один молодой художник бросил искусство. Он нашел, что теперь отдаваться искусству просто безнравственно. Он пошел в народные учителя. Значительно запоздав к обеду, мы возвращались уже на конках. Непременно наверху, на империале, так он любил. В сумерках Москва зажигалась огнями. С нашей вышки интересно было наблюдать кипучий город в эти часы особенного движения и торопливости обывателей. Кишел муравейник и тонул в темневшей глубине улиц во мраке. Но я мысленно был далек от этой обыденности, меня гладала совесть. «Знаете, на что похоже ваше искусство и ваше пристрастие к нему», сказал Лев Николаевич. «Пахарю надо взорвать поле плугом глубоко, а ему тут кто-то заступает дорогу, показывает копошащихся в земле червяков и говорит, «Да пощадите же вы этих так хорошо устроившихся червячков, ведь это варварство! Или еще? А неужели же вы не обойдете этих красивеньких полевых цветков? Вот ваше искусство для нашего серьезного времени». В Ясной Поляне В августе 1891 года в Ясной Поляне я увидел Льва Николаевича уже опростившимся. Это выражалось в его костюме черная блуза домашнего шитья, черные брюки без всякого фасона и белая фуражечка с козырьком довольно затасканная. И несмотря на все эти бедные обноски с туфлями на босу ногу, фигура его была поразительная по своей внушительности. И при взгляде на него не был уже и помину о той характеристике одного очевидца, бывшего в 60-х годах учителем крестьянской яснополянской школе. Что? Сам Толстой? Да, но это же батенька мой граф на всю губернию. По лесной тропинке мы часто ходили вместе купаться версты за две в их купальню в небольшой речке с очень холодной водой. Лев Николаевич выйдя из усадьбы сейчас же снимал старые своей работой туфли, засовывал их за ременный пояс и шел босиком. Шел он уверенным, быстрым, привычным шагом, не обращая ни малейшего внимания на то, что тропа была засорена и сучками и камешками. Я едва поспевал за ним и за эту быструю двухверстную ходьбу так разогревался, что считал необходимым посидеть четверть часа, чтобы остыть. Простудиться можно сразу в такой холодной воде. Все это предрассудки, говорил Лев Николаевич, быстро снимая с себя свое несложное одеяние и, несмотря на обильные струи пота по спине, одним прыжком бросался в холодную воду. Ничего от этого не бывает, говорил он уже в воде. Я еще не успевал остыть, а он выкупавшись, уже быстро одевался, брал свою корзиночку и шел собирать грибы один. Да, внушительная, необыкновенная фигура. Босяк с корзинкой в лесу, а осанка военного. В скорой походке и особенно в манере носить этот белый картузик с козырьком, немножко набекрень. Грозные нависшие брови, пронзительные глаза – это несомненный властелин. Ни у кого не хватит духу подойти к нему спроста, отнестись насмешкой. Но это добрейшая душа, деликатнейшая из людей и истинный аристократ по манерам и особому изяществу речи. Как свободно и утонченно говорит он на иностранных языках. Как предупредителен, великодушен и прост в обхождении со всеми. А сколько жизни, сколько страсти в этом отшельнике. Еще никогда в жизни я не встречал более заразительно смеющегося человека. Когда скульптор Гинсбург на террасе у них в Ясной Поляне после обеда представлял перед всей семьей и гостями свои мимические типы, конечно, смеялись все. Но Гинсбург говорил потом, что даже он боялся с эстрады взглянуть на Льва Николаевича. Невозможно было удержаться, чтобы не расхохотаться, глядя на него. А я, признаюсь, забывшись, смотрел уже только на Льва Николаевича, оторваться не мог от этой экспрессии. Чувства жизни и страстей льются через край в этой богато одаренной натуре художника. Только мудрецы всех времен и народов, возлюбившие Бога, составляют его желанное общество, только с ними он чувствует свое блаженство, только с ними он в своем кругу. Разумеется, его религиозность несоизмерима ни с каким определенным формальным культом религии. Она у него обобщается в одном понятии – Бог один для всех. В одном впечатлительном месте, в молодом лесу, над большим спуском вниз, Лев Николаевич рассказал, как в детстве они играли здесь с другими детьми, и их играми заправлял всегда старший его брат Николай. Конец целой серии игр с одной заветной палочкой заключился тайными похоронами этой магической палочки. Было сказано, что когда найдется эта палочка, тогда на земле наступит райская жизнь. «Мы все детьми обожали брата Николая и часто подолгу искали заветную палочку», вспоминал Лев Николаевич. «Теперь я пойду один», вдруг сказал Лев Николаевич на прогулке. Видя, что я удивлен, он добавил, «Иногда я ведь люблю постоять и помолиться где-нибудь в глуши леса». «А разве это возможно долго?» спросил я наивно и подумал, «Ах, это и есть умное делание у монахов древности». «Час проходит незаметно», отвечает Лев Николаевич задумчиво. «А можно мне как-нибудь из-за кустов написать с вас этюд в это время?» «Я рисовал с него тогда, пользуясь всяким моментом. Но тут я сразу почувствовал всю бессовестность своего вопроса. Простите, нет, я не посмею. Ох, да ведь тут дурного нет. И я теперь, когда меня рисуют, как девица, потерявшая честь и совесть, никому уже не отказываю. Так-то, что же, пишите, если это вам надо», ободрил меня улыбкой Лев Николаевич. И я написал с него этюд на молитве Басова. И мне захотелось написать его в натуральную величину в этот момент. Показалось это чем-то значительным. Татьяна Львовна уступила мне свой холст, но он оказался мал, пришлось надшивать. Лев Николаевич великодушно позировал мне и для большого портрета. устроились ближе в саду и даже одобрял мою работу. Вообще у Льва Николаевича есть слабость к искусству и он увлекается им невольно. В один жаркий августовский день, в самую припеку, после завтрака, Лев Николаевич собирался вспахать поле вдовы. Я получил позволение ему сопутствовать. Мы тронулись в путь в час дня. Он был в летней белой фуражке и легком пальто сверхпосконной рабочей рубахи лиловатого цвета. На конюшне Лев Николаевич взял двух рабочих лошадок, надел на них рабочие хомуты без шлей и повел их в поводу. За выселками деревни Ясной Поляны мы заходим на нищенский дворик. Лев Николаевич дает мне подержать за повод одну лошадку, а другую привязывает веревочными пастромками к валявшейся тут же на дворе баране, дряненькой рогатой самодельщине. Выравнивает пастромки и идет в знакомый ему сарайчик, вытаскивает оттуда саху и, повозившись с сошничками и веревочными приспособлениями, приправив их умело, как приправляют плотники пилу, он запрягает саху другую лошадку. Берет пальто, вынимает из его бокового кармана бутылку с водой, относит ее во вражек под кусты и прикрывает пальто. Теперь, привязав к своему поясу сзади за повод лошадь с бараной, берет в руки провила сахи. Выехали со двора и начали пахать. Однообразно, долго до скуки. Шесть часов без отдыха он бороздил сахой черную землю, то поднимаясь в гору, то спускаясь по отлогой местности к оврагу. У меня в руках был альбомчик, и я, не теряя времени, становлюсь перед серединой линии его проезда и ловлю чертами момент прохождения мимо меня всего кортежа. Это продолжается менее минуты, и чтобы удвоить время, я делаю переход по пахоте на противоположную точку, шагах в двадцати расстояния, и становлюсь там опять в ожидании группы. Я проверяю только контуры и отношения величины фигур, тени после, с одной точки, в один момент. Проходили нередко крестьяне-яснополянцы, сняв шапки, кланились и шли дальше, как бы не замечая подвига графа. Но вот группа должно быть дальнее. Мужик, баба и подросток девочка остановились и долго-долго стояли. И странное дело, я никогда в жизни не видел яснее выраженной иронии на крестьянском простом лице, как у этих проходящих. Наконец, переглянулись с недоумевающей улыбкой и пошли своей дорогой. А великий оратаюшко все так же неизменно методически двигался взад и вперед, прибавляя борозды. Менялись только тени от солнца, да пасконная рубаха его становилась все темнее и темнее, особенно на груди, на лопатках и плечах от пота и черноземной садившейся туда пыли. Изредка, взобравшись по рыхлой земле на взлобок, он оставлял на минуту саху и шел ковражку напиться из бутылки воды, заправленной слегка белым вином. Лицо его блестело на солнце от ручьев пота, струившегося по впадинам с черным раствором пыли. Наконец, я попросил позволения попробовать попахать. Едва-едва прошел линию под гору, ужасно накривил, а когда пришлось подниматься на взлобок, не мог сделать десяти шагов. Страшно трудно. Пальцы с непривычки держать эти толстые оглобли одеревенели и не могли доли выносить. Плечи от постоянного поднимания сахи для урегулирования борозды страшно устали. И в локтях, закрепленных в одной точке сгиба, при постоянном усилии этого рычага делалась нестерпимая боль. Мочи не было. Вот оно в поте лица, подумал я, утираясь. Это с непривычки, сказал Лев Николаевич. И я ведь не сразу привык. У вас еще и завтра в руках и плечах скажется труд. Да, все же физический труд самый тяжелый, добродушно рассуждал он с улыбкой. И опять началось бесконечное тяжелое хождение взад и вперед по рыхлой пахучей земле. Вот он, Микула Селенинович, непобедимый никакими храбрецами в доспехах. Микула вооружен только вот таким терпением и привычкой к труду. Мы возвращались к дому в сумерках. Вызвездило на холод, было уже настолько свежо, что я боялся как бы он не простудился. Ведь его рубаха была мокрая насквозь. В окнах дома весело блистал свет. Нас ждали к обеду. Я мог повторить за мухой мы пахали. В голодный год зимой зимой в 1892 году во время голода я был у Льва Николаевича в Рязанской губернии, где он кормил голодающих в организованных им столовых. Снегу выпало тогда невероятно много, заносы заметали все дороги и совершенно заглаживали все, даже глубокие овраги. Район столовых Льва Толстого раскинулся верст на 30 и Лев Николаевич несколько раз в неделю объезжал их для проверки. Не хотите ли прокатиться со мною, пригласил он меня. Я, конечно, с удовольствием. Да, у вас эта городская шинель, этого мало, в поле продует, надо одеться потеплее. Не наденете ли мой тулуп? Тулуп черной овчины, крытый синим полусукном, был так тяжел, не поднять. И я решил остаться в своей шинели. Попросил только еще что-нибудь поддеть, а главное валенки. Непременно наденьте валенки. Что, глубокие калоши? Нет, без валенок нельзя ехать, вы увидите, у нас запасные есть. И действительно, я увидел, убедился на опыте и был очень рад, что надел валенки. День был морозный, градусов двадцать по Реамюру при северном ветре, и светом солнце слепило глаза. В деревнях от заносов появились импровизированные горы, сильным морозом они были так скованы, что казались из белейшего мрамора с блестками. Дорога местами шла выше изб, и спуски к избам были вырыты в снегу между белыми стенами. Совсем особый, необычный вид деревни. Мы заезжали в два места. В одной большой избе во всю длину и даже в синях стояли приготовленные столы, узкие, в две доски на подставках. Здесь кормилось много детей. Час для еды еще не наступил, но дети давно уже с утра ждали здесь обеда, околачиваясь то на лавках, то в сенях и особенно на печи, где сидели один на другом. Лев Николаевич принял отчет от распорядительниц хозяек, и мы поехали дальше. В другом селе, пока мы доехали, нахлебники только что вставали из-за стола. Молились, благодарили и уходили не торопясь. И здесь больше подростки дети. Взрослые как будто стыдились. Некоторым семьям выдавали пайки. Мы заехали и к таким пайщикам. В одной избе мне очень понравился свет. В маленькое оконце рефлексом от солнца на белом снегу свет делал совсем рембрандтовский эффект. Лев Николаевич довольно долго расспрашивал хозяйку о нуждах, о соседях. И наконец мы повернули назад, домой, но другой дорогой. Место пошло гористое, красиво. Вдали виднелся дон. То с горы, то на гору. Сани наши при поворотах сильно раскатывались, весело было. Но хотелось уже и домой вернуться. Сидеть в санях надоело, плечи и ноги устали. И мы быстро несемся домой по блестящей залосненной дороге. Лошадь постояла в четырех местах и бежала домой резво, скрипели гужи и ворковала дуга с оглоблями. Эх, мороз, морозец! Но вот на спуске с одного пригорка наши розвольни без подрезов очень сильно раскатились, сделали большой полукруг, завернули влево, и мы с санями потянулись назад. Вдруг глубоко провалились во враг и потянули за собой лошадь, оглоблями подбивала ее под ноги, она не могла удержаться на залосненной горе, сдавалась, сдавалась за нами назад и провалилась наконец и сама между оглоблей глубже саней. Только голова из хомута торчала вверх. Побилась-побилась, бедная, и улеглась спокойно. Мягко ей стало. И мы в санях сидели уже по грудь в снегу. Я решительно недоумевал, что мы будем делать. Сидеть и ждать, не проедут ли добрые люди и не вытащат ли нас из снежного потопа. Но Лев Николаевич быстро барахтается в снегу, снимает с себя свой пятипудовый тулуп, бросает его на снег по направлению к лошади и начинает обминать снег, чтобы добраться к ней. Прежде всего надо распрячь, говорит он, освободить от чересидельника и оглоблей, чтобы она могла выбраться на дорогу. Северный ветер поднимал кругом нас белое облако снежной пыли. На фоне голубого неба Лев Николаевич, барахтаясь в белом снегу, казался каким-то мифическим богом в облаках. Энергическое лицо его раскраснелось, широкая борода искрилась блестками седины и мороза. Как некий чародей, он двигался решительно и красиво. Скоро он был уже близ лошади. Тогда я, следуя его примеру, начинаю пробираться к лошади с другой стороны по краю саней и по оглоблям, чтобы помогать. Вот где я сказал спасибо своим валенкам. Что бы я теперь делал в калошах, они были бы полны снегу. Какое блаженство! Вот я и у лошади. Но с животным недалеко до беды. Оно не понимает наших добрых намерений и, отдохнув, так вдруг рванется и двигает ногами, ушибет, ногу сломает. Я уже получил несколько чувствительных толчков от ее подкованного копыта. А Лев Николаевич уже размотал супонь, вынул дугу, бросил ее в сани и, освободив лошадь от оглоблей, взял ее за хвост и погнал к дороге на кручу. Лошадь взлезла на дорогу прыжками, и Лев Николаевич, не выпустив ее хвоста из рук, уже стоял на дороге. Он держал ее в поводу, бросив мне вожжи, чтобы завязать ими оглобли сани и лошадью вытащить сани на дорогу. Руки коченели от мороза и от непривычки. Трудно, но как загимнотизированному мне как-то все удается. Я все понимаю и все делаю как надо. Завязал вожжи за оглобли, вытащил даже втоптанный в снег тулуп, взвалил его на сани и по значительно уже примятому снегу лезу с концами вожжей ко Льву Николаевичу. Он вытягивает меня на вожжах, привязывает их к гужам хомута, и наши сани торжественно поднимаются на дорогу. Какое счастье! И во все это время не души проезжих. Слава Богу, и сани из Бруя все в целости, только запрячь. Лев Николаевич совершенно легко и просто проделал всю запряжку, как обычное дело, хорошо ему знакомое. Закладывается дуга, поднимается нога к хомуту, чтобы стянуть гужи тонким ремешком супони, продевается повод в кольцо дуги, завожживается лошадь, готово. Надо было только выбить овчину тулупа. Мы взяли его за края и долго старались вытряхнуть забившийся в овчину снег. Вот тяжесть! На месте трудно удержаться во время тряски, нельзя же его надевать со снегом. Разгорелся и я от этих упражнений, весело стало. Хо-ох! Так вот как! Улыбнулся Лев Николаевич радостно. Теперь, говорит он, мы спустимся вон с той горы и поедем доном. Я знаю, там дорога хорошая и внизу по реке не наметает таких сугробов. А? Каков глубокий овраг! Ужас, как намело! А вы мне хорошо помогали. Я замечаю, живописцы народ способный. Вот Ге тоже бывал удивительно подвижный человек, необыкновенно находчив и ловок во всех таких делах. Ну что, вы не промерзли? Смеется он добрейшими глазами со слезинками от ветра и мороза. По тихому дону мы катили весело и бойко. Лошадь, полежав во враге, отдохнула, да и дорога ровная по льду. Кати! Только левую сторону неумолимо пробирает морозным ветром. Борода моего ментора развивается по обеим сторонам, и мы весело разговариваем о разных знакомых. Ну так как же! А вы все такой же малодоровитый труженик? Ха-ха! Художник без таланта? Ха! А мне это нравится, если вы действительно так думаете о себе. Искусство очень любите и никогда его не бросите? Да! Вот так! Как лошадка бежит охотно! И по своим нравственным идеалам вы все еще язычник, не чуждые добродетели. Так кажется, говорили вы. Этого мало, мало! Вдруг я с поразительной ясностью вижу впереди нас, шагах в тридцати, полынья. Из глубины черной воды валит морозный пар. Я оглядываюсь на льва Николаича, но он совершенно спокойно правит разогнавшейся лошадью. Резво мы летим прямо в пропасть. Я в ужасе! С криком «Боже мой!» я схватываю его за обе руки с вожжами, стараясь остановить. Но где же удержать на лету? Лошадь скользит, и мы, как в сказке, летим по пару над черной глубиной. О, счастье! Так зеркально в этом глубоком и тихом омуте замерз дон, а снежная пыль, несущаяся поверху, делает вид пара. Я точно проснулся от тяжелого сна, и мне было так совестно. Моя академическая мастерская в Петербурге также удостоилась посещения льва Николаича даже в обществе Софьи Андреевны и ревностных его последователей Черткова, Бирюкова, Горбунова и других. Было около 11 часов утра 8 февраля, когда неожиданные гости, как буря с грозой, освежили мои работы. Дорогие гости зашли ко мне по дороге к Черткову в гавань, где он жил в доме своей матери. Лев Николаевич приехал из Москвы проводить Черткова за границу, куда его высылали с Бирюковым административным порядком. И вот в моей огромной мастерской собралась группа близких, преданных льву Николаевичу. Посетившие ходили гурьбой за учителем и слушали, что скажет он перед той или другой картиной. Счастье выпало на долю картины «Дуэль». Перед ней лев Николаевич прослезился и много говорил о ней с восхищением. Все смотрели картину и ловили каждое его слово. После осмотра целой гурьбой по академической лестнице мы спустились на улицу, где нас ждала уже порядочная толпа. Соединившись, мы заняли весь тротуар и двигались к большому проспекту конком. Кондуктор конки, уже немолодой человек, при виде льва Николаевича как-то вдруг оторопел, широко раскрыл глаза и почти крикнул «Ах, батюшки, да ведь это ж братцы, лев Николаевич Толстой!» и благоговейно снял шапку. Лев Николаевич в дубленом полушубке, в валенках, имел вид некоего предводителя скифов. Что-то несокрушимое было в его твердой поступе живая статуя каменного века. Удивительно! Широкие скулы, грубо вырубленный нос, длинная косматая борода, огромные уши, смелый и решительно очерченный рот, как увия, брови над глазами в виде панцирей. Внушительный, грозный, воинственный вид, а между тем и этот предводитель, и последователи его сожгли уже давно всякое оружие насилия и вооружились только убеждениями кротости на защиту мира жизни и свободы духа. И сам Лев Николаевич своей личностью и физиономией выражает победу духа над миром собственных житейских страстей, и глаза его ярко светятся светом этой победы. Чертков помещался всегда необыкновенно живописно, где-нибудь на окраинах. Красота его жилища начиналась уже с ограды большими кудрявыми деревьями. И самый дом стоял в глубине парка. Это был еще помещичий особняк в один этаж, расположенный очень симпатично. Здесь, на дворе и в комнатах, его уже ждали незнакомые серьезные люди, скромные и опрятно одетые сектанты, с виду люди решительного характера, больше мужчины типа ремесленников. В самой большой комнате скоро началось нечто вроде проповеди. Лев Николаевич сидел в центре, кругом него кто на чем, сидели, стояли, без всякого порядка, дамы, интеллигенты, курсистки, подростки, гимназистки, а дальше начинались те простые серьезные глаза из-под сдвинутых бровей. Само внимание. Зал все наполнялся, образовались возвышения вроде амфитеатра к стенам и углам. Сидели, стояли не только на полу, на подоконниках, подставках, скамейках, стульях, даже на комодах и на шкафах кое-как громоздились люди. Двери в другие комнаты также были заполнены слушателями обоего пола. И все больше простые, серьезные люди и взгляды полные веры. Ласково, но внушительно раздавался часто вибрирующий от слез голос проповедника. И так до темна, когда зажглись лампы, слушали его с самозабвением. И мне казалось, что у Льва Николаевича это были одни из самых желанных часов его жизни. Опять в ясной. В конце сентября 1907 года я опять был в ясной поляне, спустя 20 лет после первого посещения. Лев Николаевич был очень бодр и здоров, но появилась в нем какая-то бесстрастность праведника. Он все понял и все простил. Главное его внимание сосредоточено теперь на книге «Круг чтения», которую он редактирует и дополняет для нового издания. И кажется, что он только для этой книги и существует. Утром до 9 часов он гуляет пешком, потом до часу с половиной без перерыва работает над книгой, и в это время уже никто не смеет отвлекать его. В кабинет никто не входит. Семейство завтракает в половине первого. Один он выходит завтракать во втором часу. После завтрака спускается к дереву бедных, где ждут его иногда с утра чающие помощи мужчины, странницы, босяки, прохожие и иногда даже монахини. После приема этих божьих людей Лев Николаевич садится на верховую лошадь для прогулки по окрестностям. Ездит с небольшим 2 часа, возвращается часам к 5 и около получаса отдыхает перед обедом. У меня наследственная страсть к лошадям и верховой езде, и я любил смотреть, как Лев Николаевич садится на лошадь и уезжает. Меня возмущала профанация ездаков, лезущих на лошадь, как на избу. По лестнице сбоку, даже немножко сзади или со скамеечки, с тумбы карабкаются они с опасностью жизни на лошадь, без всяких приемов. Хорошо, что это деревенские клячи, а на строгую лошадь разве так сядете? Лев Николаевич подходит к лошади, как опытный кавалерист, с головы. Берет, правильно подобрав повода в левую руку и выровняв их угривы на холке и захватив вместе с поводами пучок холки, берет правой рукой левое стремя. Несмотря на довольно подъемный рост лошади, без возвышения, без всякой помощи конюха, с другой стороны у седла, он, 79 лет, высоко поднимает левую ногу, глубоко просовывает ее в стремя, берет правой рукой зад английского седла и сразу поднявшись, быстро перебрасывает ногу через седло. Носком правой ноги ловко толкает правое стремя вперед, быстро вкладывает носок сапога в стремя и кавалерист готов к красивой, правильной французской посадке. В 1873 году мне писал Крамской, который работал тогда над портретом Льва Толстого, что в охотничьем костюме верхом на коне Толстой – самая красивая фигура мужчины, какую ему пришлось видеть в жизни. В этот приезд мой я сопутствовал два раза Льву Николаевичу в его прогулках верхом. На первой прогулке он направился по фруктовому саду вверх, повернул направо, выехал через окоп сада на дорогу и круто повернул к лесу без всякой дороги. Между ветвями высоких деревьев по густой траве он стал спускаться в темный овраг, заросший высокой травой. Я едва поспевал за ним, ветки мешали видеть, лошадь увязла в сырой почве под травой оврага, надо было отстранять ветки от глаз и отваливаться назад при крутом спуске вниз. И мне вдруг стало так весело от всех этих неудобств, что я почувствовал себя очень молодым и храбрым. А впереди мой герой, как рафаэлевский бог в видении Езекииля, с раздвоенной бородой, с какой-то особой грацией и ловкостью военного или черкеса, лавирует между ветвями, то пригибаясь к седлу, то отстраняя ветки рукой. Выехали на дорогу. Вся она густо покрыта желтыми листьями кленов и дубов, шумит под копытами. «А вы не боитесь хорошей рысью или проскакать?» осведомляется он кротко и ласково. «Нет», – отвечаю я в восторге. «Как вам угодно, я не отстану, пожалуйста». Мой лесной царь понесся быстро английской рысью. Транспарантным светом под солнцем особенно эффектно блестит золотом его борода по обе стороны головы. «Царь все быстрее наддает, я за ним». А впереди вижу, молодая береза перегнулась аркой через дорогу в виде шлагбаума. «Как же это? Он не видит? Надо остановиться!» У меня даже все внутри захолонуло. Ведь перекладина ему по грудь, лошадь летит. Но Лев Николаевич мгновенно пригнулся к седлу и пролетел по дарку. Слава Богу, не задел. Я за ним, даже по спине слегка ерзнула березка. «Вот бесстрашный и неосторожный человек! Это неблагоразумно!» подумал я. Но скоро и я привык к этим заставам. В молодом лесу на нашей дороге их было более двадцати. Проезжали казенным лесом, где было много брошенных заросших и полузаросших ям, из них добыто железо и чугун. Потом Лев Николаевич показал мне два провала в огромном дубовом лесу. Еще во времена его юности эти места провалились так глубоко, что самые высокие дубы, стоявшие на них, были видны только вершинками, когда вода тотчас залила эти провалы. Теперь на середине этих мест образовались острова и на них вновь растут уже довольно высокие дубы. Мы спускались вниз к ручью. Природа богатейшая, пожелтевшие колоссальные клены, порыжевшие дубы великаны и целая долина леса уходила по склону вдаль. В эту сухую осень золото листвы с серым серебром мелких ветвей, особенно от осин, блестела кое-где на солнце и создавала чудо. Какой художественный и новый мотив! Точно из металла все было выковано тонко на голубой эмали осеннего густого синего неба. «А что же вы так совсем не восхищаетесь природой?» упрекает меня ласково Лев Николаевич. «Посмотрите, как здесь красиво!» «Перед такой природой молчать хочется!» отвечаю я. «Только ведь у вас в парке кругом усадьбы, особенно с вашего балкона, еще красивее!» Я даже не воображал встретить в наше время в России такие богатства природы. Этакие колоссы дубы. Вчера, сейчас за парком, мы вдвоем не могли обнять одного дуба, «И ведь это тянется без конца, целый лес!» С горки Лев Николаевич вдруг быстро рысью пустился к ручью. У ручья его лошадь взвилась и перескочила на другую сторону. Я даже удивился. Съезжаю, но тише и намереваюсь искать местечко переехать ручей вброд. «А что, запнулись?» оглянулся, смотрит на меня Лев Николаевич. «Вы лучше перескочите разом. Наши лошади привыкли. В ручье вы завязните. Топка. Это даже небезопасно. Ничего-ничего, вы его обласкаете. Завернитесь немного назад и разом понукните его. Я знаю, он скачет хорошо». Никогда еще мне не приходилось скакать через такой ручей, и мне стало стыдновато. Ну, думаю, будь что будет. И опять, как загипнотизированный, стараюсь проделать по-сказанному. И так приготовился к скачку, что даже не узнал самого момента. А это, как большой раскат на качелях, даже приятно. Только уж очень скоро. «Ну вот», сказал с довольной улыбкой Лев Николаевич. «Да вы недурно ездите и сидите в седле как-то крепко», усмехнулся. «Лучше, лучше, чем в шахматы играете». А вот Чертков здесь свалился. Но он не виноват, лошадь ногой завязла. Он ведь отличный кавалерист, конногвардеец. А лошадь под ним упала и даже ногу ему отдавила. Я уж тут его вытаскивал, и он даже пролежал немного с ногой». Чертков человек огромного роста и довольно тучный. Во вторую поездку мы сделали по словам Льва Николаевича верст 17. Ехали напрямик лесом и по едва заметным дорожкам и совсем без дорог. Наконец Лев Николаевич объявил, что он потерял дорогу. Но это ничего, кстати и домой пора. Теперь я отпущу ей поводья и она нас выведет к дому, вот заметьте. И мы уже скорым шажком подвигались по воле лошадей, чтобы не сбить их с пути. Впереди, как всю дорогу, шла лошадь Льва Николаевича. Проехали версты четыре, лошадь повернула между кустами влево. «Что же это?» остановил лошадь Лев Николаевич. «Здесь кажется надо прямо. Что это он повернул влево? Кажется надо прямо». «Едем прямо». Проехали полверсты Льва Николаевича берет сомнение. «Нет, нет, я напрасно остановил. Это я его спутал. Надо назад, назад. Вот видите, не надо было его сбивать». Проехали полверсты до прежнего места. Конь опять ворочает направо в том же месте. «Вот, конечно, конь прав. Как это я не узнал этого места? Вот и дорога, верно. Вот видите, они лучше нас эти вещи знают». Скоро показалось большое поле озимой ржи, чудесного, темно-изумрудного цвета. Лев Николаевич сворачивает напрямик по зеленям, вдали заведнелась уже усадьба ясной поляны. «А как же это, осторожно замечаю я, мы по хлебу, ведь это рожь? Да это теперь ей ничего, это всегда. Вот и на охоте бывало, это нипочем, даже скот пасется на озиме в морозные дни». Мы возвращались высокими холмами полей, то спуская из горы, то поднимаясь. И я дивился ловкости наездника в 79 лет. В очень крутых местах, где я приспособлялся с трудом, он съезжал без запинки, незаметно. «Знаете, на этих крутых подъемах надо держаться за гриву и хорошенько прижимать коленями седло к лошади», предупреждает меня Лев Николаевич. А то иногда бывает лошадь опять вытянется, подпруги ослабнут, и седло может свалиться. Седок тогда, если держится только за повод, может свалиться и лошадь повалить назад. Усадьба уже была близко, за дорогой. Солнце свежими розоватыми лучами резко рисовало контуры Льва Николаевича и его гнедой лошади. Съехав вниз на дорогу, Лев Николаевич вдруг пустился в карьер. Мне показалось это против правил, и близко к дому, и лошади уже были достаточно горячи, и все-таки подъем к усадьбе. Но уж тут моего казака, имя моей лошади, удержать было невозможно, так он меня подхватил. Мы проскакали восхитительно, сколько героизма и задору в характере лошадей. Мой казак вошел прямо в раж от скачки. Дошел до полной анархии, отверг мое почтительное положение сопровождающего несколько сзади, каким держался я всю дорогу, и обскакал лошадь моего ментора. Невозможно было удержать его на трензеле. Он горел каким-то бурным пламенем подо мной и казался как из раскаленного железа. Сильно чувствовалось, как под седлом мускулы его ходили ходуном. Здорово прокатились. У крыльца Лев Николаевич совсем молодцом соскочил с коня, и я почувствовал, что и я на десять лет помолодел от этой прогулки верхом. Конец книги